2003 год оказался очень успешным для Insomniac Games. Вышедшая тогда Ratchet & Clank Going Commando стала на тот момент самой высокооцененной игрой студии, и о создании третьей части серии не стоило даже спорить. На волне успеха франшизы триквел просто обязан был случиться. Была только одна маленькая заморочка. Going Commando помимо высочайших оценок была еще и самой большой и комплексной игрой, которую ребятам приходилось когда-либо делать, и они уже тогда успели на этом обжечься. А целью, которую студия ставила перед собой каждый раз, когда она бралась за продолжение существующей серии, было сделать игру еще круче, чем в прошлый раз. Как вообще можно сделать что-то еще лучше, чем в прошлый раз, если уже тогда приходилось сильно надрываться? Ответ на самом деле кроется в вопросе. Мы делаем уже третью игру, и здесь уже может прослеживаться закономерность. Первая часть это первопроходец, она прощупывает почву, ищет свой путь и ожидаемо совершает кое-какие ошибки по дороге. Вторая часть концентрируется на том, чтобы эти ошибки исправить, а все что было хорошо, сделать еще лучше. Задача триквела же сделать это еще раз, но при этом придумать большую и важную новую фишку, которая спасет игру от ощущения вторичности. Казалось бы, все не так уж и сложно, однако Рэчит и Клэнг Апью Арсенал с удовольствием и в подробностях расскажет вам о том, насколько это большое заблуждение. Чего-чего ты там говоришь Гоинг Коменто? Вся команда трудилась поте лица, добавляя тысячу новых вещей так, чтобы все равно успеть к дедлайну в последний момент? Ха! Всего за две недели до того, как Апью Арсенал ушла на золото, игра была в настолько ужасном состоянии, что многие члены команды боялись, что эта игра станет их первым провалом. Однако в итоге, Рэчит и Клэнг 3 вот уже 18 лет удерживает титул самой высокооцененной игры в истории Insomniac. Несмотря на более простую, на поверхности задачу, путь, который эта игра проделала до релиза, оказался самым сложным на тот момент. Она на удивление хорошо это скрывает, конечно, но временами последствия этих испытаний все равно проглядывают наружу. И эти испытания даже не всегда были напрямую связаны с самой игрой или теми новшествами, которые она собиралась внести. Многие из них стали прямым следствием небывалого роста студии, взлетевших на фоне этого до небес амбиций и, как итог, отсутствие опыта контроля над ними. Как написал сам Брайан Хейстинс, креативный директор студии в постмортами игры, мы знали, что беремся за свой самый амбициозный проект, и на этот раз нам стало казаться, что мы откусили больше, чем можем проглотить. Причем поначалу все шло более-менее нормально. Одной из больших новых фишек в Апью Арсенал стал первый в серии мультиплеер, причем сразу не только сплитскрин до 4 человек, но и онлайн до 8. И раз это был первый мультиплеер, над которым Insomniac в принципе приходилось работать, его разработку логично начали сильно заранее. За целых 8 месяцев до начала полного продакшена самой Апью Арсенал и за несколько месяцев до релиза Going Commando. Однако они с самого начала сильно недооценили, насколько это огромная задача, и очень оптимистично поставили на нее одного программиста, который 100% успел бы, ага, сейчас, все сделать за такой срок. Но случился кранч. Going Commando не успевала к золоту, так что этого программиста пришлось перевести обратно на нее. Его помощь оказалась достаточно критичной, чтобы Going Commando все же вышла в срок, но для Апью Арсенал это означало пропуск примерно трех месяцев работы над ее онлайном. После того, как тот программист оказал необходимую помощь, его вернули обратно уже в компании с еще одним, пока основная команда Going Commando наносила завершающие штрихи. Одной из важных проблем с предыдущими двумя играми был сюжет, который местами мог ощущаться незаконченным, слабо проработанным, и вот это все. Вполне логично, учитывая, что сценарий писали в основном аниматоры и программисты, у которых и без того работа был вагон. Так что на этот раз Insomniac наняла своего первого штатного сценариста, Брэда Сантоса, чтобы он помог написать более цельный, законченный и сильный сценарий. Но у этого решения оказалась и обратная сторона. Полноценный сценарист написал куда более подробный сценарий, чем то, с чем студия работала раньше, а вот считали объемы текста все еще по старинке. Так что изначальный расчет на 70 минут анимированных катсцен, который был не сильно больше часа из предыдущих игр, и из этих катсцен часть отложили на финальные этапы производства, быстро превратился в 100 минут, почти на треть больше, чем планировалось. Итог, пришлось менять расписание, а на аниматоров свалилось гораздо больше работы, чем ожидалось. То есть, кранч. И с этим, по-хорошему, могли бы помочь новые сотрудники. Перед началом полной разработки студия в очередной раз занялась охотой за головами, и ее штат вырос с 80 человек на время производства Going Commando до 115. Нанимали их еще во время разработки второго Ретчета, и среди них уже были фанаты серии, которым предстояло работать над продолжением второй части, которая на тот момент еще даже не вышла, и они сами еще в нее не играли. Среди них были и буквально вчерашние выпускники университетов. И как хорошо совпало, что именно при разработке Up Your Arsenal, Insomniac начала работать над уменьшением своей зависимости от сторонних инструментов. В первой и второй играх студия делала все уровни в мае, однако уже при разработке первой части программа справлялась одним чудом, кряхтя и надрываясь. Для третьей же игры студия наконец сделала свой собственный редактор уровней, Phoenix. Ну, как сделала? На самом деле он все еще находился в разработке параллельно с самой игрой, и, например, функция автосохранения у него появилась не сразу. Не зная этого, дизайнер Колин Мансон однажды потерял целый день работы над одним из уровней, просто закрыв программу. Ему не было весело. Вообще, тут в принципе было не очень до веселья. В студии было много новых людей, в том числе тех, кто только-только начинали свой путь в этой индустрии, и их всех надо было обучать и студийным инструментам, и порядку работы, и всему подряд. Но этому уделили недостаточно времени в самом начале, что в итоге укусило их за зад, потому что новичков приходилось дообучать прямо на ходу, а это отнимало время от разработки игры. Как следствие, на более поздних этапах приходилось еще больше кранчить. И если всего этого не хватало, то я напомню, что это уже был 2004 год. До выхода PlayStation 3 оставалось уже не так много времени. И что бы вы думали? Параллельно с AppU Arsenal возник проект под кодовым именем i8, восьмая игра Insomniac, который в итоге превратился в Resistance Fall of Man, стартовый эксклюзив новой консоли. И да, работу над ним начали уже во время разработки третьего Ratchet, пусть даже пока это была небольшая команда, которая уже занималась разработкой целого физического движка, чего до этого у студии никогда не было. Для игры, которая должна выйти на консоли, чье железо еще не было окончательно утверждено. И тем не менее, Insomniac все еще дала себе всего лишь год на новую игру. Как спросил один интервьюер на E3 2004, у вас у всех буквально бессонница, что ли? И как сокрушался программист Тони Гарсия еще на Going Commando? Однако каким-то чудом AppU Arsenal умудрилась выйти на неделю раньше изначальной даты релиза, будучи еще более крупным проектом, и поразить всех. При этом игра весьма значительно изменилась по сравнению со своими предшественницами, и ради этих изменений, которые и оказали такой эффект, ей в том числе пришлось и отказаться от кое-каких важных вещей, но об этом чуть позже. За последние два года Рэчет и Клэнг успели спасти сразу две галактики от верной гибели, и конечно же такое незамеченным не проходит. Пока двое сидят в своей квартире в мегаполисе и гоняют во всякие настолки, по ящику показывают очередную серию нового сериала о секретном агенте Клэнг, и которого играет, собственно, сам Клэнг. Они теперь окончательно знаменитые, и у Рэчета тоже есть роль в сериале. Роль простого помощника. И это его коровит. Пусть без Клэнга он бы не справился, но основную работу делал все равно он, а теперь вся слава достается кому-то другому. И хоть даже этот кто-то это его лучший друг, менее обидно от этого не становится. И вот в порыве эмоций Рэчет резко переключает канал, и попадает на новостной репортаж с планеты Велдин, на которую напала враждебная раса тираноидов, под предводительством робота-суперзлодея, звать которого Доктор Нефариус. Как мы знаем из прошлых двух частей, если вы пытаетесь посягнуть на что-то, что дорого Рэчету, готовьтесь огрести по самое не могу. Велдин может быть еще та дыра, но он там вырос, это его дом, так что он тут же подрывается, хватает с собой Клэнга и возвращается в галактику Солана. И после того, как нам впервые отдадут управление, а мы сменим камеру с инвертированной на нормальную, мы сразу встретим галактических рейнзеров, специальный отряд бойцов, охраняющих мир в этой галактике. Рэчет тут же узнает, что он каким-то образом, не спрашивайте каким, теперь у них сержант, и раз по причинам, видимо, прогрессии он не взял с собой оружие, на такую-то миссию, алё чувак, эти ребята выдают ему дробовичок и бомбомет. Крутой стартовый набор. Сами же рейнджеры, ну скажем так, немного нытики, так что конечно же разбираться с терраноидами нам придется как всегда самостоятельно. И враги в Абью Арсенал это первая вещь, которая оказалась порезана по сравнению с предыдущими частями. Ну как, не то чтобы прям порезана. Суть в том, что как такового искусственного интеллекта у врагов в эпоху PlayStation 2 толком не было. У них было лишь несколько заранее заданных состояний поведения, а для создания иллюзий интеллекта всех плохих парней и злобных созданий приходилось кодить индивидуально для каждой планеты, что все еще было актуально для третьего Рэчета. И на сей раз, ради того чтобы освободить ресурсы для других задач, было решено не делать так много видов врагов, как раньше, чтобы на каждой планете были свои собственные разновидности. Вместо этого, и в том числе для создания ощущения постоянной угрозы, у нас теперь на всю игру есть несколько видов тираноидов, один сильнее другого, и силу их можно легко распознать по размеру и количеству глаз почему-то. Другие и недруги кроме них конечно тоже есть, но суммарно их видов все равно меньше чем пожалуй даже в первой части. Но на удивление это даже не особо ощущается, а сам процесс сражений при этом практически никак не изменился со времен Going Commando. Все те же механики, те же движения, то же управление, все по-прежнему настолько же круто как и раньше, и все что я хвалил в прошлый раз применимо и к Апью Арсенал. Только на этот раз то развитие, которое случилось в середине прошлой игры в виде левел дизайна с учетом укрытий, более продвинутого поведения врагов и наличие их волн теперь присутствует с самого начала. И всего спустя минут 5 после того, как мы начинаем отражать нападение злых пришельцев и постепенно добираемся до теперь уже разрушенного гаража Рэчета, мы десантируемся с высоты уклоняясь от летящих в нас ракет, и вместе с рейнджерами приземляемся, и начинаем возвращать захваченную территорию. Знакомьтесь, одна из ключевых фишек игры. Боевые миссии. Ну, точнее, пока что это только разминка. В каком-то смысле это дальнейшее развитие арен из Going Commando. Прямо в саму локацию уровня вшивается большая арена, очень большая, в разы крупнее чем раньше, и вам даются разные миссии. Просто зачистить территорию, захватить узлы, защитить союзников и все такое прочее. Прямо сейчас этого пока нет, но в следующие разы перед вами будут висеть целые списки заданий, которые нужно выполнить, и за них будут выдавать награды. И помимо врагов, вам будут мешать и сами рейнджеры, которые будут временами то испуганно кричать, то травить целые боевые истории со спортными концовками, которые будут вас смешить и сбивать ваш прицел. Причем эти боевые миссии выполняют двойную задачу. Помимо того, что они связывают вместе сюжетные события и просто немного расправляют обычный геймплей, что этой игре порой прям требуется, арены для них используются и для мультиплеерных матчей. Это позволило добавить в игру значительно больше контента, используя меньше ресурсов, что в общем-то хорошо. Но большая часть записанного появится немного позже. Сейчас нам только дают заценить сам концепт. И как только мы расправляемся с угрозой, с нами на связь выходит галактический Билл Клинтон. Ну, в смысле галактический президент, но его образ действительно срисовывались не так давно на тот момент покинувшего свой пост президента США. И ё-моё, этот чувак... У него явно проблемы с приоритетами. Он большой фанат сериала про секретного агента Кленка, что он не стесняется выразить, подмазывавшись к маленькому роботу и тут же назвав Рэтчета его шофёром. И при этом он не помнит, что эти же ребята уже спасли две галактики за последние два года, одной из которых была сама Солана, где он президент. И этим же двоим он прямо в лицо заявляет, что существует только один человек, способный справиться с Нефариусом. А чтобы рассказать о нём подробнее, он приводит вырезку из передачи с местного РНТВ. В глубинах лесов планеты Флорана обитает неизвестное существо, которое, возможно, когда-то было величайшим супергероем в истории. Угадайте кем. А сейчас, чувствуя стыд за своё недавнее прошлое, ушло вза, сбежало от общества и стало Едва успевает пройти 10 минут с начала игры, как она уже делает свою первую шутку про член. Причём такую, что на неё разработчикам особо указали в рейтинговой комиссии ESRB, что, впрочем, неудивительно в разговоре об игре, у которой уже в названии есть шутка про задницу. И что забавнее всего, всё это без откровенной пошлости. И комбинация всего вот этого, утрамбованная всего в полторы минуты, уложила меня на пол со смеху, когда я проходил игру впервые. И даже спустя уже несколько прохождений, эта катсцена безотказно поднимает мне настроение. Но вопрос на повестке всё равно стоит серьёзный, так что Кленк и его верный сайткик всё же летят на Флорану, чтобы найти того чудика с бананом. А по дороге к нему здесь очень намного чего интересного можно посмотреть. К примеру, в первом в игре оружейном магазинчике можно найти, во-первых, наконец-то кнопку, которая восполняет сразу весь ваш боезапас. А во-вторых, первое в серии новое оружие ближнего боя. Плазменную плеть. Это даже звучит круто, а ощущается ещё лучше. Функционально, она мало чем отличается от ключа, разве что дальность самую малость больше, а широкий замах позволяет цеплять врагов почти независимо от того, с какой они от вас стороны. Но именно то, как она выглядит и звучит, делает всю картину. Мало того, за этой плетью даже своя история есть. Программист Тони Гарсия, работавший ещё над вторым Рэтчетом, в то время много играл в Soul Calibur, и ему очень понравилось, как была сделана плеть у Айви, одного из персонажей. И в качестве собственного эксперимента, он взял одного из боссов из Going Commandом, Chainblade из первой арены, и вместо его цепных мечей дал ему в руки две плётки. Причём своей целью Гарсия поставил себе, чтобы оружие не было основано на анимациях, а чтобы плеть извивалась динамически в зависимости от того, как она двигается, дабы не запрягать лишний раз аниматоров, у которых и без того работы было немерено. Причём хитрость в том, что такую процедурную анимацию очень сложно сделать без физического движка, а его у команды тогда не было. Спустя примерно пару недель работы, результат увидел Брайан Алгайр, дизайн-директор, и ему это очень понравилось. Настолько, что он взял Тони на слабо и предложил сделать плеть оружие не для врагов, как изначально задумывал Гарсия, а для самого Рэтчета. Пришлось повозиться, поотлавливать баги, но в итоге это тоже было сделано. Однако, эту штуку тогда увидел не только Алгайр. В Лейдзе приметили ещё и ребята, которые в то же время занимались физическим движком на Pre-Production Resistance, и предложили использовать свои наработки, чтобы сделать оружие физически корректным, чтобы оно могло цепляться за землю, за объекты и всё подряд, и правильно на это реагировать. Однако речь идёт о PlayStation 2, где использование точной коллизии на объектах было слишком ресурсозатратно, поэтому вместо неё полагались на простые кубы с цилиндрами, а с такой коллизией физически корректная плеть выглядела странно. Но в игре она всё равно есть, её используют враги и один способ на арене, там пол плоский, так что сильно париться не о чем. Как вспоминал сам Гарсия, большая часть разработки АПЮ Арсенал прошла для него в вызовах и спорах. Например, ещё одно из нововведений, которые мы встречаем здесь на Флоране, это новые виды ящиков. В третьей части ребята хотели сделать с ними что-то новое, и в один день Тони и ещё несколько человек, работавших над одним уровнем, штурмовали идеи для новых ящиков. За этим делом их застал Тед Прайс, глава студии, и когда ему объяснили, что происходит, он сказал, что они ещё с самого начала серии пытались сделать с ящиками что-то интересное, но ничего не вышло. Сам Прайс уже был уверен, что больше здесь идти некуда. Но он был рад оказаться неправ, так что он и Гарсия устроили спор. Если Тони придумает стоящие новые идеи, Тед купит ему ящик пива. Этой мотивации оказалось более чем достаточно, и свой пивас Гарсия в итоге выиграл. Победившими идеями в итоге оказались ящик Джекпот, который временно удваивает количество получаемых болтов и опыта, и он даже удваивает множитель в режиме испытания. И ящик Инферно, который на время даёт Речету два огненных ключа, одевает его в самую крутую броню и вместе с этим гарантирует неуязвимость и каждого врага кладёт всего с одного удара. Был ещё ящик Апгрейдер, который повышал бы уровень самого слабого оружия в инвентаре на один, но он в итоге оказался вырезан, ибо из-за него терялся весь смысл апгрейдить оружие самостоятельно. Хотя не то чтобы и он, и остальные два ящика встречались сильно часто. Наоборот, они все используются всего несколько раз за всю игру, чего впрочем хватает для того, чтобы они ощущались приятным бонусом, в чём и была изначальная задумка. Причём Инферно ящик сделан по-хитрому, его можно разбить только ключом, никакое оружие его не берёт, чтобы избежать случайной активации. И даже на этом я ещё не закончил. Первый в игре ящик Джекпот лежит на входе в какую-то комнату, доверху набитую ящиками с деньгами. И эта комната изначально была гаражом для турбослайдера, похожей на баги машину с турели, и отсюда должны были начинаться гонки на этих пепелацах. На Флоране даже почти полностью сделали трассу, если не считать очень примерно расставленную коллизию, которую можно посетить через музей Инсомниак. Но вот именно геймплей для гонок никто делать так и не начал, потому что не хватало времени. Таким образом, Apio Arsenal это первая игра в серии, где ни в каком виде нет гонок. Зато здесь есть... Который Рэчет Эйкбэнк заставляет пройти наконец-то найденный дикарь с предположительным бананом. Полоса препятствий нашим двоим, конечно же, нипочём, и в конце оказывается, что наш чудик, вот это поворот, это одичавший капитан Кворк. После двух, пожалуй, самых унизительных лет своей жизни, он решил скрыться от публики, и в итоге заработал себе амнезию и стал главарём местных аборигенов. И конечно же, просто так он с нами не пойдёт. После всей истории, что была между ними, он окончательно злит нашего Ломбакса, весьма грубо вызвав его на поединок. Для нас это означает первый босс-файт в игре, а она едва 20 минут к этому времени идёт. Сражение достаточно небольшое и быстрое, но бумеранг, которым кидается Кворк, может заставить вас начать битву сначала, разок-другой. После нашей победы, маска-главаря, которую носил Кворк, переходит к нам, и недогерой, который стал считать Рэчета своим лидером, с концами потерял остатки разума и стал думать, что он обезьяна, и вести себя соответствующе. Ну, зато в таком состоянии его наконец-то можно взять с собой, и вскоре им звонит капитан звёздного крейсера Феникс Саша Файроникс, который попросил помочь президенту. Так что все трое и обезьяна Кворка летят на корабль. Там все начинают друг с другом понемногу знакомиться, Брэчет, как обычно, немного выставляет себя дураком, куда уж без этого в беседе с симпатичной девушкой. И после всего мы наконец можем отправиться исследовать первую в серии хаб-локацию. Феникс — это наша база, где мы будем планировать наши дальнейшие шаги, наш центр операций, безопасное место, где мы можем перевести дух, и надёжный уголок, где мы всегда можем закупиться новыми игрушками, вроде брони или оружия. Кстати, если у вас есть сохранение из первой части, сделанное после штаба Гаджетрон, то Рэчету, как сотруднику компании, полагается скидка 10% на всё оружие, что в контексте местной экономики весьма приятно. Ещё приятнее — возможность попробовать каждый ствол перед покупкой, начав небольшой замес на VR-арене. Это отличный способ узнать, на что именно вы тратите деньги. И мне немного грустно, что в следующий раз мы эту фишку увидим аж в Into the Nexus 2013 года. Феникс — это огромный корабль с минималистичным интерьером и весьма прохладным светом, но он всё равно ощущается живым. И даже не потому, что тут везде ходят рейнджеры. Прямо сейчас мы ещё этого не знаем, но со временем, с каждым нашим новым визитом, здесь что-нибудь будет меняться. Через систему уведомлений будут звучать сообщения о различной степени забавности от членов нашей команды. Потихоньку будет наполняться комната трофеев с таинственной закрытой дверью. Время от времени будут появляться разные персонажи, на мостике все друг с другом постоянно разговаривают, и пусть даже все реплики полностью рандомные — это всё равно создаёт ощущение действительно живого места. Сделать его тоже было очень непросто, и где-то всё равно пришлось ужиматься. К примеру, изначально у всех, кто сидит на мостике, должны были быть полностью анимированные лица с точным липсинком под реплики, но аниматоры и без того были перегружены, а тут на них ещё и вот это свалить хотели. «Ну не в пень всё это!» — сказали они, но дизайнеров, которые хотели добиться максимального погружения, это не остановило. Они пошли к одному из программистов и такие «Чувак, ты же можешь сделать процедурные анимации! Есть же всего 10 ключевых положений губ при разговоре, делов-то!» На самом деле делов было очень дофига даже для этого. Такие анимации тоже отняли бы очень много времени и сил. В итоге пришлось довольствоваться обычными болтающимися артами без липсинка. Этот уровень был не только первым хабом в серии, но и первым хабом, который Insomniac вообще делала когда-либо, и уже сразу он был вот таким динамическим и меняющимся на протяжении игры, чего раньше студия тоже не делала. Результат? Огромное количество багов. Решение? Просто сделать много разных версий одного и того же уровня и в определенные моменты прохождения загружать именно нужную версию. И с такими масштабами легко оставить хвосты того, что когда-то должно было быть в игре, но до релиза не дошло. Например, в ангаре Феникса вы можете кастомизировать свой собственный звездолёт, менять цвет, крылья, носовые части, все дела. Прямо как в Going Comando, только здесь подозрительно нет никаких апгрейдов самого железа. А всё потому, что Up Your Arsenal это ещё и первая игра в серии, где нет космических сражений. Хотя изначально они планировались, причем даже в обновленном виде. Вместо открытых локаций с полностью свободным перемещением и просто кучей врагов, ребята хотели сделать что-то наподобие Star Fox для Nintendo 64, чуть более линейное, с боссами с уязвимыми точками и так далее. Ближе всего к затее подобралась реализация космических битв из Tools of Destruction, только здесь бои должны были быть не настолько рельсовые как там. И опять же всё упиралось в ресурсы. Для того, чтобы воплотить эту макси-игру, нужны были люди, в особенности программисты, и в контексте Up Your Arsenal это всегда означало дилемму. Или мы делаем дополнительную мишу рук уже и без того огромной игре, или же тратим эти ресурсы на мультиплеер, за которые мы уж раз взялись, то пускай он будет действительно хороший. В итоге концертом космических баталий не суждено было сбыться, а те люди, которые над ним работали, стали помогать с мультиплеером. Хотя там и помимо этого была кое-какая драма, но о ней разработчики, увы, распространяться не стали. Всё это время мы как бы сопровождали Кворка в его... уголок, где он теперь будет обитать, пока мы не найдем способ привести его в себя. Главное, чтобы он не пролез через вот эту абсолютно бестолковую решётку. Но пока что можно сгонять на мостик, где на связь с экипажем выходит президент, сообщающий, что тираноиды напали на планету Маркадзе, где ещё и президентский дворец находится. Сигнал постоянно прерывается, и благодаря эмоциональному выкрику Саши мы узнаем, что президент – это вообще-то её отец, что делает предыдущие реплики Рэтчеты ещё более глупыми. И тут же впервые собственной персоной объявляется сам доктор Нефарио со своим сообщением, и сразу же становится понятно, почему его так сильно полюбили и игроки, и сами разработчики. Этот доктор безумен во всех возможных смыслах, какие вы только можете представить. Его злобный план – уничтожить всю органическую жизнь и всех превратить в роботов, чтобы потом своей жёсткой рукой всеми править. Одновременно и смехотворно, и угрожающе. Он ведёт себя так, что не остаётся никаких сомнений об отсутствии хотя бы каких-то остатков адекватности. Спасибо бесподобной актёрской игре Армина Шиммермана и анимации, которая во времена Плейстейшн 2 очень вряд ли могла быть ещё более экспрессивной. Его делали с оглядкой на винтажные радио-шоу и старые сай-фай-фильмы, и его очевидная злодейскость сделает его предсказуемым, в этом и весь смысл. Но одновременно с этим его абсолютно сумасшедшее поведение всегда ставит его в самый центр внимания, не даёт отвести от него глаза и заставляет ждать от него совершенно любой подставы. Вы знаете, чего он хочет, но что он готов сделать на этот раз, чтобы достигнуть своей цели? Его холодные зловещие глаза не раскроют ни одной мысли из тех, что вертятся у него на уме. И это даже не все его фишки. У него ещё есть дворецкий, который в этом его первом сообщении переводит речь Нефариуса на язык жестов, и это отдельный повод посмеяться в голос. По одной этой катсцене видно, насколько аниматорам было в кайф работать над всем происходящим, несмотря на полный аврал. Но не время сидеть восхищаться анимациями, пора лететь спасать очередную планету. И при том, насколько Маркадия в целом-то небольшой уровень, он демонстрирует сразу несколько важных поворотных моментов и для этой игры, и для серии в целом. Как и большинство уровней в этой игре, этот полностью линейный и не содержит никаких дополнительных путей, только основную дорогу. И если не тупить, то её можно пройти буквально минуты за 3-4. У этого линейного дизайна, однако, была другая сторона. Благодаря ему ребята научились дизайнить уровни сразу с учётом секретов, а не раскидывать их куда получится как раньше, что унаследовали последующие игры, при этом вернушись к более традиционному левел-дизайну. А после этих нескольких минут уровня, нас будет ждать первая в полноценная боевая операция, с целым набором миссий и всеми фишками. И весь прикол здесь в том, что за основной уровень и боевые миссии отвечали разные люди. На первых двух играх большинство уровней целиком оказывались в руках конкретных людей, дизайнеров, программистов, художников и так далее. Поэтому отслеживать, кто чем занимался и какие изменения вносил, было относительно просто. Но начиная с этой игры, многим людям часто доставались лишь куски уровней, из-за чего координироваться стало куда сложнее. Поэтому очень длительное время при разработке основная часть Маркадии была, по словам разработчиков, очень и очень сложной. И балансировать сложность, чтобы она совпадала со сложностью боевых миссий, тоже было непростой задачей. Особенно с учетом того, что боевые миссии сами по себе проходили через свой небольшой производственный ад. Кустин Сомняк в то время переходила к своему собственному редактору уровней, но, как я уже говорил, он разрабатывался параллельно с игрой, и для некоторых вещей они все еще использовали Майя со своими надстройками. И момент, который укусил их здесь за задницу, пришел еще со второй части, а именно отсутствие полноценного скриптинга. Для боевых операций нужно было скриптовать очень много волн врагов, но инструментов для этого не было, а движок не был под это заточен. В Going Commando это обошлись связыванием врагов между собой в цепочку, чего было достаточно для небольших локальных замесов. Но когда нужно устроить длительную битву на одной большой локации, это превращается в очень долгий, сложный и нудный процесс. Всех врагов нужно индивидуально расставлять по сплайнам, точно также завязывать их друг на друга, чтобы можно было тридерить спаун, новых волн и еще очень много, что склеивать на скотч, придерживать честным словом и молиться, чтобы оно работало. И при этом всего лишь на одну миссию из четырех-пяти легко могла уйти неделя, а то и две или даже больше. Маркадия это третий по счету и второй полноценный уровень в игре, потому что туториал всегда считается как нулевой. Но ярко выраженных секций с платформингом, как в предыдущих частях, здесь до сих пор не было и спойлер до следующего уровня их не предвидится, что символизирует еще одно изменение. Первая и вторая части были больше платформерами с элементами шутера, особенно первая, но вторая с натяжкой сюда тоже пойдет. Но Insomniac видели, что люди очень позитивно отреагировали на больший уклон в шутер, что взяла Going Commando, а игры конкретно жанра платформер к середине нулевых начали терять популярность. Как выйти из ситуации? Сменить фокус. Был платформер с элементами шутера, а стал шутер с элементами платформера. В AppU Arsenal вам придется стрелять столько, сколько не приходилось пожалуй в обеих предыдущих играх вместе взятых, и это даже при том, что она чуть короче второй части, а платформинга и всего, что с ним связано, здесь стало значительно меньше. Настолько, что крюк-кошку, который Ретчет какого-то черта опять с собой не взял, мы получим аж примерно в середине игры. Настолько, что это единственная игра во всей серии, не считая спин-офф Secret Agent Clang, где как класс отсутствуют секции с катанием по рельсам. Причем этого даже не замечаешь, пока об этом отдельно не подумаешь. Настолько игра постоянно насыщена действием и геймплейно и сюжетно. Она полностью отдается своей шутерной натуре, пусть даже в то время все продолжали называть ее платформером к печали разработчиков. И одним из самых ярких свидетельств этого является полностью новый вариант управления – Lock Strafe. Он приближает схему управления к тому, как она выглядит в шутерах от третьего лица сегодня. При прицеливании персонаж автоматически стрейфится в стороны, в центре экрана есть прицел, камера двигается свободно во все стороны, и даже кнопка выстрела назначена на правый бампер, а не круг, как раньше. Ну и еще значительную роль в ее появлении сыграл мультиплеер, потому что с классической схемой было очень сложно оставаться хоть как-то конкурентоспособным. Забавно, что при тестировании очень многим людям эта схема не зашла, так что ее сделали опциональной, вместе с видом от первого лица, который перестал быть веселым бонусом за прохождение. Сильный уклон в шутер отразился не только на платформинге. После того, как мы через цепочку миссий на поле боя активируем оборону, мы лично встречаемся с президентом, который через случайную, а может и правда случайную, грязную шутейку отправляет наш дуэт отремонтировать систему лазерных щитов, которая накрывает город, и нас закидывает в третью секцию уровня, над которой работал уже третий человек, хорошо знакомый нам по второй части Майк Стаут. И это снова более спокойный, головоломочный сегмент. Но все не так плохо, как в прошлый раз. Наоборот, Стаут даже получил за него двусмысленный комплимент от самого Марка Церни, который сказал, что этот сегмент полностью компенсирует ужас из ботом-инспектором от второй части. И легко увидеть почему. Основой этого сегмента являются головоломки с рефрактором, одним из немногих гаджетов в этой игре, к этому я еще вернусь, который преломляет лучи лазеров и направляет их в другую сторону. Главная победа Стаута была в том, что он отлично понял одну из фишек геймплея Рэтчета. Ведь по сути, головоломки с рефрактором, это и не головоломки вовсе. Вы заходите в комнату, перед вами есть несколько лазеров и порты, куда их надо направить, и каждый раз есть всего одно верное решение. Но на самом деле происходит вот что. Вы заходите в комнату, осматриваетесь, понимаете направление лазеров, придумываете в каком именно месте использовать рефрактор, где-то может использовать рычаг для ключа, чтобы что-то передвинуть. Вы не делаете ничего особенного, и ошибиться тут практически невозможно. Но из-за того, что вы весьма быстро делаете один правильный шаг за другим, проходя то, что выглядит как и называется головоломкой, вы чувствуете себя умным. В этом вся магия. Однако, как сказал сам Стаут, к третьей игре у них начали заканчиваться идеи для гаджетов, которые можно было бы воплотить в то время, которое у них было, и это видно. А Пью Арсенал, вдобавок ко всему уже ранее сказанному, еще и самая бедная на гаджеты из оригинальной трилогии. И даже из тех, что здесь есть, почти треть у вас есть с самого начала, а половина из оставшихся вообще опциональные. И это значит, опять же, что за рамками шутерного геймплея, игра может предложить не так много разнообразия. Но она это компенсирует после того, как вы завершите этот сегмент с рефрактором. В его конце нас будет ждать наш старый знакомый Эл, которого сюда до нас отправил президент, но он куда-то пропал. А пропал он потому, что отвлекся и залип вид комикс про Кворка. Обменявшись нёрдовским жаргоном, мы забираем от него картридж, и летим обратно на Феникс, где мы можем использовать навороченную игровую систему гаджетром VG-9000, а ведь могла бы быть игровая пирамида Инсомниак, но что поделать, чтобы пройти вид комикс самостоятельно и, возможно, помочь Кворку вернуть его память. Вид комиксы — это одно из самых странных и одновременно крутых новшества Pure Arsenal. Это небольшие мини-игры в жанре 2.5D-платформера с элементами шутера, которые рассказывают более детальную, но далеко не факт, что правдивую, историю Капитана Кворка и Доктора Нефариуса, и они же являются главным элементом из тех, что разбавляют действия. И раз повествуют они про Кворка, то никакой адекватности от них ждать не стоит. Всё основано на показаниях свидетелей, конспирологических теориях и ответах магического шара, по заявлениям рассказчика, который все эти истории освещает. И он сам офигевает с их бредовости, потому что, ну серьёзно, Кворк отправился бороться с привидениями роботов-пиратов. Вот да, точняк, кто на это вообще купится? Точно не мы. И ничего похожего в серии в дальнейшем никогда не появится. Вообще нет. Купятся разве что только те, кто действительно верят в неоспоримую офигенность всего персонажа, даже несмотря на откровенно коммерциализированные элементы. Например, официально лицензированные Кворк-жетоны, которые мы собираем по ходу собега. Они служат в роли стандартных монеток, которые обычно раскиданы по всему уровню в такого рода играх. На каждом уровне этих жетонов находится ровно 100, и если собрать все, то вы получите титановый болт. Третья игра, третья вариация специальных болтов, но суть у них всё та же, и здесь они используются, чтобы покупать скины в меню топ-контента. Геймплей здесь весьма минималистичный. Мы бежим вперёд, прыгаем по платформам, иногда уклоняемся от всяких опасных штук, а нам на пути попадаются враги, справляться с которыми поможет или бесподобно огромная бицуха самого Кворка, или же его верный бластер, который мы можем подобрать где-нибудь на уровне. Сами уровни при этом достаточно простые и линейные по своей структуре, чтобы можно было легко и быстро переключиться с обычного геймплея Рэтчета на совершенно другую игру и не страдать. Хотя здесь всё же есть небольшие закутки, и на каждом уровне в одном из таких прячется специальный зелёный жетон, который перманентно прибавит одну единицу к запасу здоровья Кворка, и это сохраняется для всех последующих вид комиксов. Однако я только что назвал сразу несколько вещей, которые в изначальном виде этих комиксов работали совершенно не так как в финальной игре, и одну из причин я уже тоже озвучил. Идею и первоначальный концепт вид комиксов придумал Майк Стаут, который в то время очень много играл в Мегамэн Икс, и он хотел сделать что-то похожее. Но его планам не суждено было сбыться в этом виде, и как он сам сказал спустя годы, В музее Insomniac можно даже найти изначальную версию первого вид комикса, и от финального варианта она отличается очень значительно. Если сейчас это достаточно быстрая игра, где вам не нужно сильно обдумывать следующий шаг, а больше действовать на инстинкты, то исходная версия сложнее, она гораздо более медленная, вдумчивая и комплексная геймплейна. Сам уровень был намного больше по размерам и имел развилки с несколькими путями, и был больше похож на Петроидванию. В конце каждого пути был кристалл, и нужно было собрать все кристаллы, чтобы разблокировать следующую секцию основного пути, и этим игра приучала бы вас к исследованию. Игра гораздо меньше налегала на сражения и старалась быть больше платформером, однако для следующих комиксов после этого была идея сделать до четырех разных видов оружия, между которыми можно было бы переключаться. Согласитесь, это звучит интереснее, чем то, что мы получили в итоге. На самом же деле играется это не так весело, как конечный вариант. Не только из-за того, что этот уровень просто-напросто не законченный и имеет кое-какие баги, но и потому, что он хоть и пытается быть платформером, но левел дизайн не совсем это поддерживает, и в итоге получается многовато пустого места, где ни интересного платформинга нет, ни сражений со врагами. Не говоря уже о том, что такой дизайн слишком расходился с остальной игрой. И главная боль достаута заключалась в признании того, что его концепт в изначальном виде по многим причинам не работает, и для влага всей игры его придется менять. Одной из тех причин был как минимум тот факт, что в середине нулевых двухмерные платформеры выходили из моды. Всем нужно было 3D, а целевая аудитория, которая, не будем забывать, все же дети, очень вероятно вообще в жизни не прикасалась к двухмерным платформерам до этого. А Пью Арсенал вышла еще до Nintendo DS, до PSP и до того, как мобильный гейминг превратился во что-то серьезное. А когда вы вносите в игру элемент, на который игроки не подписывались, нельзя делать его чрезмерно сложным, потому что вы не можете ожидать, что игрок, который хорош в шутерах, автоматически хорош в хардкорных олдскульных двухмерных платформерах. К примеру, я не из таких. Я в 2D платформерах просто ужасен, и я более чем уверен, что играя в это дело в детстве, ведь комиксы капитально взорвали бы мне жопу, потому что я и сейчас на них сыплюсь. Я не ради них покупал игру. Я хотел разными пушками делать пиу-пиу и бы дышь, чтобы все вокруг взрывалось, а не вот это вот все. Однако даже в таком упрощенном виде вид комиксы означали те же проблемы, с которыми команда столкнулась при разработке всех макси-игр для Going Commando. Совершенно внезапно, из ниоткуда при разработке шутер-платформера от третьего лица, вам нужно сделать абсолютно другую игру, которую нужно строить в основную. И теперь вы делаете целый сайдскроллер Метроидванию, который работает по полностью другим правилам. Так что по сути, вы теперь разрабатываете не одну игру, а сразу две. Insomniac уже обожглась на этом и повторять прошлые ошибки не собиралась, так что концепт пришлось упростить, чтобы не заставлять людей перерабатывать еще больше, чем они уже это делали. Это ведь все еще были ранние стадии разработки. Тогда ребята еще пытались что-то сделать с гонками, как-то переизбрести космо-битвы. Они начинали работать над ядром гейплея в мультиплеере и параллельно со всем этим разбирались с новичками и новыми инструментами разработки. Где-то нужно было сделать компромисс. После всего этого, Вастаут усвоил одну очень важную вещь. Он очень хотел сделать Мегамэн. Он считал, что именно этот вариант геймплея во всем лучше, но он так думал, потому что лично ему тогда очень нравился Мегамэн. Но Мегамэн не работал ни в контексте самой игры, ни в контексте ее разработки. И когда ты отпускаешь свою идею, когда ты перестаешь держаться за нее мертвой хваткой и позволяешь другим людям, которые вообще-то тоже работают над этим проектом, внести свои две копейки, то скорее всего через такую коллаборацию выйдет вещь лучше той, что ты сам один задумывал изначально. А из самих вид комиксов после их завершения нам выпадают деньги, потому что именно так работают видеоигры. Ага, я прям миллионер уже. И какой бы бредовой не была история, ее хватает, чтобы вернуть кворку память, так что теперь он снова... кворк, к добру или к несчастью. Ну а пока он адаптируется, у нас назревает новая миссия, для которой потребуется устройство, маскирующее пользователя под тираноида, и его нужно выиграть на новой арене. Что ж, новая игра, новые испытания, так что мы отправляемся на нацию аннигиляции. Я дико извиняюсь, но это был единственный способ сохранить оригинальную рифму. Про саму арену не так много, что есть рассказать нового по сравнению с Going Commando, кроме того, что теперь она существует в единственном экземпляре, хотя при этом самих испытаний больше, и они разнообразнее. Лично мне, конечно, жаль, что здесь больше нет замесов в вертикальной трубе, как в прошлый раз, но это компенсируется тем, что самих модификаторов для испытаний стало больше, а некоторые челленджи могут по несколько раз менять условия. К примеру, совершенно внезапно может начаться раунд, в котором выбирается случайный ствол из тех, что у вас есть, а когда вы его опустошаете, рандомно выбирается следующий, и так до конца. А после него будет раунд с усыпляющим газом, где вы постепенно теряете здоровье, пока или не умрёте, или пока не закончится раунд. Это особенно круто работает в длительных испытаниях на выносливость, где вносить разнообразие в геймплей практически необходимо, чтобы вы не задолбались хрен знает сколько времени тупо палить во всех подряд. А помимо просто испытаний на арене, здесь есть ещё и полосы препятствий, доверху наполненные вайбом реалити-шоу, со всеми камерами, которые лезут прямо в лицо, и разбилками со случайным выбором направления. Хоть даже вычислить все эти полосы препятствий очень просто, не так много можно сделать с одной локацией и небольшим набором развилок и преград, и это делает их предсказуемыми, но они по-прежнему предлагают хороший перерыв от сплошных сражений, потому что они ещё и весьма сильно налегают на платформинг, в том числе прямо посреди боя. К тому же они достаточно далеко друг от друга расположены, чтобы не приедаться. А ещё, арена — это отличный повод поговорить о важных изменениях, которые в этой игре претерпели оружие и его баланс. Одним из основных косяков системы апгрейдов, которую ввела GoInCommando, была недостаточная глубина. Каждая пушка могла прокачаться лишь один раз, после чего она оставалась в этом виде до самого конца игры, если конечно не налегать на приобретаемые отдельно модификации, но и их хватало ненадолго. Апью Арсенал, казалось бы, вносит лишь количественные правки, но в итоге они в корне меняют всю систему. Иронично, что несмотря на название, количество оружия в этой игре уменьшилось по сравнению с предшественницей. Стволу здесь всего 20 против 24 раньше, однако у каждого из них теперь есть аж сразу 5 уровней, а в режиме испытания сверху ещё 3 накидываются. И это означает 3 вещи. Во-первых, каждый новый уровень достигается чуть быстрее, чем раньше, но раз теперь их несколько, то процесс прокачки становится более затягивающим. Вы знаете, что на одном апгрейде дело не заканчивается, и если пушка вам нравится, то вы продолжаете ей пользоваться и качать её дальше. Это более увлекательно, а любимое оружие в итоге устаревает не так быстро. Ну, за некоторыми исключениями. Во-вторых, сами уровни практически каждый раз содержат действительно значимые улучшения. Систему отдельных модов из Going Commando в этой игре упразднили, но теперь некоторые из этих модов вы получаете автоматически вместе с левелапом. Например, мод для блокировки прицела, который раньше покупался отдельно, теперь появляется сам на третьем уровне у тех стволов, которые его поддерживают. То же самое и с электрошоком, и это в довесок к улучшению базовых характеристик. Каждый уровень имеет свой вес, и это тоже заставляет вас взаимодействовать с этой системой. А в-третьих, это означает чуть более здоровую экономику. Пусть даже игра может казаться весьма жадной, предлагая вам на втором же уровне шоковую пушку за 36 штук, когда у вас в кармане не факт, что даже десятка валяется, но уровни позволяют вам до определенного момента продолжать пользоваться старым оружием и особо не страдать, при этом давая ясно понять, что пора поднакопить немного деньжат на новую игрушку. Загляни на арену, пройди парочку интересных испытаний, тебе за это неплохо заплатят, и можешь спокойно идти дальше. Меньшее количество оружия и большее время жизни каждого из них позволяют меньше волноваться о том, что для следующего уровня вы слишком слабы, при этом не ломая саму концепцию устаревания. Именно в таком виде систему оружия унаследовали все последующие игры серии. Они могли вносить свои изменения, другое количество уровней, дополнительная ручная прокачка за ресурс и все такое, но именно вот эта база остается плюс-минус неизменной с 2004 года и по сей день. Еще Апи Арсенал в очередной раз улучшила колесо оружия, сделать его мультистраничным. Когда оно открыто, вы можете задержать правый триггер, чтобы открыть вторую страницу, на которой будет храниться еще больше оружия. Это очень крутое изменение, благодаря которому почти полностью отпала необходимость лезть в меню пауза, чтобы взять ствол, которым вы пользуетесь не так часто, но который сейчас очень пригодился бы. В этой игре страницы только две, так что в самых крайних случаях так все же придется делать. Но главное, это тоже стало основой. Во всех последующих играх, кроме спин-оффов на PSP, колесо было многостраничным, а заодно подкорректировали и апгрейд уровней здоровья. Теперь диапазон стал больше, от 10 стартовых единиц до 100 в самом конце и до 200 в режиме испытания, а левелапы перестали быть в каком-то смысле имбовыми. Отныне лишь каждый десятый апгрейд восполняет здоровье полностью и устраняет ближайших врагов, а в остальное время они никого не трогают и восполняют здоровье лишь частично. То есть вам все еще помогают, но не так сильно, что как по мне хорошо. И этот элемент до недавнего времени тоже оставался примерно в таком же виде. И еще ключ теперь апгрейдится сам вместе со здоровьем. И я чуть не забыл упомянуть еще одно крохотное, но очень важное изменение, которое касается самой арены. Начиная с Апью Арсенал, вам больше не нужно вручную покупать весь боезапас перед каждым испытанием. Всю амуницию вам восстанавливают автоматически в начале каждого испытания. Это может выглядеть оказуаливанием, особенно в контексте всех остальных упрощений, о которых я уже в деталях рассказал. Но это позволяет вам войти в состояние потока и начать выполнять испытания за испытанием, не отвлекаясь ни на что, чего Going Commando не позволяло. Если вы в настроении позалипать на арене, то эту фишку вы будете сильно благодарить. А я буду очень сильно благодарить Insomniac, потому что к третьей игре в серии они наконец-то нормально поняли, что платить горы денег за сюжетную прогрессию это тупизм, поэтому теперь об этом ужасе можно забыть. Апью Арсенал не попросит у вас ни единого болта для продвижения по сюжету. И то же самое относится ко всем последующим частям. Как только нам надоест арена, хотя на самом деле после первых же двух обязательных испытаний, мы таки выигрываем ту маскировку, которая еще и позволяет нам говорить по дирайноиде. И в этот же момент нам с Феникса звонит Саша с плохими вестями. Кворк окончательно очухался, и теперь он снова вошел в свое амплуа величайшего супергероя во всей галактике, попутно присвоив себе все прошлогодние заслуги Рэчета и Глэнка, но беда даже не в этом. Президент решил сделать этого чудика главным в борьбе с Нефариусом, ведь это же он его однажды уже победил. Наверное. И тот собрал свой отряд Q. Элитную команду, которая... Я хз, если честно. В хорошем смысле. В общем и целом, это сборище людей, которые помогают Кворку сражаться с безумным доктором в каждой своей сфере. Но вся комичность здесь в том, кто в эту команду входит и что они в итоге делают. Есть L, который иногда помогает расшифровывать всякие закодированные электронные штуковины. Хельга, тренер Кворка, которая занимается... Впрочем, не будем об этом. Скид МакМаркс, который как бы был профессиональным ховербордером в первой игре, но теперь он с чего-то заделался в хакеры. И один раз он нам действительно помогает на миссии. Саша, которая в основном всех информирует и организует. Рэчет и Глэн, которые делают всю грязную работу, то есть большую часть вообще всей миссии. И Скранч, обезьяна Кворка, которая каким-то образом является одним из самых полезных членов команды. Технически задачи есть у всех, но кроме нашего дуэта, остальные в основном просто сидят на месте и придумывают отговорки, чтобы ничего не делать. Очень в стиле Кворка. Сам человек Кью в это время демонстрирует свой гениальный план, который он сам нарисовал мелками. Смотреть на то, как он на полном серьезе его объясняет, пока на фоне видно рисунки трехлетнего ребенка, не в обиду трехлетним детям, это очень смешно. Особенно, когда осознаешь, что над этим работали профессиональные художники, и их работой было специально нарисовать все от балды. План же заключается в проникновении на секретную подводную базу Нефариуса на планете Акватас, куда отправляют одних только Рэджета с Кленком. За ними в помощь увязывается скид... ой, то есть чувак-тень. Планета Акватас очень примечательна визуально, потому что она очень налегает на крутые новые эффекты. Это единственный раз из всех игр серии на PlayStation 2, когда используется глубина резкости. А еще здесь есть телепорты к разным частям уровня, которые стали использовать сделанные специально для этой игры эффекты объема тени. Эти эффекты работали за счет рендеринга теней, которые все были сделаны вручную на основе скелета персонажа, на который навешивались невидимые цилиндры, сообщавшие, где тень должна быть, а где нет. А эффекты объема тени использовали эти же самые данные для других целей. Например, для рендеринга частиц, чтобы они выглядели, будто они исходят непосредственно от персонажа и соответствуют его форме. И это был очень хороший способ, потому что сами тени уже очень точно соответствовали форме персонажей, которые их отбрасывают. А значит и эффекты объема были настолько же точные и одновременно легкие, потому что они использовали общий набор данных. А упоминаю я это еще и потому, что все эти штуки это полностью кастомные решения, каких в общем-то во всех частях на PS2 был вагон, но с каждой новой игрой их становилось все больше. И среди них были в том числе специально очень хитрые или корявые куски кода, просто потому что они позволяли воплощать нужные вещи на железе PlayStation 2 гораздо быстрее и задействовало меньше ресурсов. Иными словами, вот так выглядела оптимизация. Однако эта оптимизация вылилась в проблемы для этих игр в дальнейшем, когда их стали пытаться запустить на других платформах. Будь то HD переиздание для PS3 и Vita, или же эмуляция оригинальных PS2 релизов на ПК. Я все игры эпохи PS2 проходил в эмуляторе, и с каждой частью мне приходилось менять все больше настроек, чтобы не ломать эффекты. К примеру, в AppU Arsenal при высоких разрешениях съезжает эффект свечения, а я запускал игру в 4К. И это можно исправить одной настройкой, но она ломает весь текст интерфейса, включая субтитры. И это выглядит настолько ужасно, что я решил просто перезаписать все прохождение с нуля. Ну и еще эта настройка ломает глубину резкости на Акватасе. Есть другая, с которой глубина резкости сохраняется, и текст выглядит нормально, но съезжает свечение. А путем экспериментов я нашел третью, где в основном все работает нормально, ломается только глубина, но про которую ничего не написано в виде эмулятора. Господи. И глядя на это, становится понятно, почему с HD переизданиями получились такие заморочки, и почему с каждой игрой качество становилось все хуже. Ремастер AppU Arsenal получился худшим из оригинальной трилогии. В довесок ко всем проблемам, которые я уже озвучил в эпизоде про Going Commando, а не присутствую здесь в полном составе, мы получаем полностью отсутствующие новые эффекты. Ни глубины резкости, ни свечения, ни объема тени, и даже новая красивая водичка превратилась в какое-то месиво. Сломанные эффекты у некоторых видов оружия, а также полностью потерялись все хаки, которые команда внедряла для максимального быстродействия игры. В прошлых частях это было не так критично, потому что там их было не так много. А вот в AppU Arsenal Insomniac целилась загрузочная экрана длиной всего 5 секунд, для чего физически ужимать данные у самого центра DVD диска пришлось еще интенсивнее. Понятное дело, когда вы запускаете на PS3 Blu-ray диск с коллекцией из всех трех игр разом, все это теряется. Как, впрочем, и с цифровой версией игры, запущенной со внутреннего жесткого диска. Там такое физическое сжатие просто не работает. Результат – не только заметно более долгие загрузки, чем на PS2, но и подвисание, когда игра пытается, например, воспроизвести голосовое сообщение для туториала. На экране появляется блок текста, висит пустой несколько секунд, а только потом открывается полностью и проигрывается сообщение. Разработкой HD-переиздания занималась студия Idle Minds, ныне известная как Deck 9, авторы Pain, Life is Strange Before the Storm и True Colors. И несмотря на всю критику, которую я высказывал на протяжении уже трех эпизодов, работу они все равно проделали большую. Результат мог бы быть лучше, но они все равно молодцы. Потому что помимо всех этих хаков, которые Insomniac внедряла специально для железа PS2, им приходилось придираться через ужасную организацию данных. Все файлы были названы только цифрами, а какого-то централизованного менеджмента данных не было, так что многие исходники остались лежать на личных дисках сотрудников, которые уже сто лет как собирали пыль где-то на чердаке, и то, если повезет. А какие-то заметки разработчики делали в лучшем случае в своих личных журналах, а в худшем сортировали их через игрушечные машинки Hot Wheels, и я хотел бы, чтобы это была шутка. И перед Idlemines стояла задача все это перелопатить, организовать и заставить работать на новом железе со совершенно другой архитектурой. Конечно, без жертв не обошлось. Однако во всем этом есть и позитивный момент. При разработке ремастера Idlemines упаковала все в куда более понятный и организованный вид, и более того, даже сохранила метаданные оригинальных файлов с PS2. И именно это HD переиздание очень сильно помогло Insomniac при разработке Ratchet & Clank 2016 года. Своих исходников оригинальных игр у них не осталось, а воссоздавать уровни из игры 2002 года как-то надо было. И вот здесь как раз переиздание и пригодилось. Мораль? Даже если, по вашему мнению, игра или ее переиздание вышли в посредственном техническом состоянии, не стоит торопиться называть разработчиков дураками. На это могли быть свои причины. Это не значит, что на проблемы стоит закрывать глаза, но вот уделить побольше внимания причинно-следственным связям точно не помешает. Однако, даже несмотря на все хаки и количество скотча, на котором держится код игры, я рад сообщить, что стабильность вернулась к уровню первой части. В подготовке к этому видео мне пришлось пройти игру раза 4, и я ни разу не встретил ни одного бага, кроме тех визуальных, которые вызывал эмулятор. За это надо сказать спасибо новому, значительно увеличенному отделу тестирования внутри самой Insomniac. С 5 людей, работавших на полную ставку над Going Commando, их число увеличилось до 16, и из них половина занималась только онлайном. В ходе производства было 9 основных плейтестов. Для всего тестирования было записано более 1700 дис... Для всего тестирования было записано более 1700 дисков, плюс 3 локализованных демо-мастера, публичные онлайн-беты, а также альфа, бета и финальный мастер для локализации на 7 языков. Это было самое обширное и тщательное тестирование, которое студия проводила на то время, и это отлично видно. В общем, мы все еще на планете Акватос, и нас все еще ждет наше задание. Проникнуть на базу Нефариуса нам вызвался помочь Скид, который будет взламывать двери, и для нас это означает миссию сопровождения. Ну, почти. Дизайн этого уровня почти полностью делал Майк Стаут, и он считал, что такие миссии почти всегда получаются плохими. Так что он решил не рисковать и сделать так, чтобы Скида не нужно было защищать. Он просто бегает рядом, а враги не обращают на него внимания. В итоге мы его как бы сопровождаем, но волноваться о нем не нужно, и получилась миссия сопровождения, которую даже не сразу замечаешь. Но помимо чисто дизайнерской задумки, так было сделано еще и из-за технических ограничений. Как говорил Стаут, А чтобы этот NPC умел защищаться, нужен хотя бы какой-то искусственный интеллект, которого на тот момент у разработчиков толком не было. В итоге Скид просто двигается по заданному маршруту, и существует он только для вас. Его маршрут, кстати, является вещью, на которую завязан прогресс на уровне, так что в случае вашей смерти было крайне важно восстановить его позицию рядом с вами, иначе вы бы просто не смогли пройти уровень, и реализовать это было очень сложно. А большинство врагов на этом уровне это амибоиды, которых мы видим впервые после первой части. Помимо маскировки, на арене мы выиграли еще и второй выпуск вид комикса, в котором рассказывалось, что этих злых следничков создал нефариус, и это он устроил их нападение на Блэкфодер Сити те два года назад. На самом деле вполне неплохой кусок лора, пусть и несколько искаженный, раз он был рассказан капитаном Кворком. Продравшись через достаточное количество дверей, амибоидов и единственную в игре подводную секцию, мы выясняем, что стальные нервы скида не такие уж и стальные. Мы натыкаемся на нашего старого приятеля Слима Когнито, который смылся из своей галактики сюда, потому что... Ммм, да. Однако он все равно может быть нам полезен, потому что он привез с собой еще и несколько крутых стволов, которыми мы пользовались во второй части. Если у нас есть сохранение оттуда, то те пушки из доступных здесь, которые мы уже покупали там, можно будет унести с собой бесплатно. И на сей раз в этом действительно есть смысл, потому что все 5 единиц оружия перенесли в новую игру, подогнав их под новую систему и полностью изменив их баланс. Они все имеют 5 полных уровней и 3 дополнительных в режиме испытания, и по мощности они стоят в одном ряду с основным оружием, сделанным изначально для Апио Арсенал, а иногда и даже круче. Мини турели хороши как никогда, а лава пушка стала прямым ответом на критику игроков к ее прошлой реализации. Теперь она никогда не меняет свое поведение, и даже при максимальном апгрейде она хоть и метает жидкий азот вместо лавы, но кроме того, что он наносит больше урона и выглядит по-другому, не меняется ничего. Остальные 3, плазменная пушка, бомбы прыгуны и щит, становятся доступны только на последних трех уровнях, и даже в исходном виде они настолько мощные, что лучше их оставить для режима испытания. Закупившись у Слима, мы наконец-то ныряем еще глубже и вторгаемся на базу Нефариуса. Здесь Рэчет и Кленк разделяются, и нас ждет одна из самых крутых секций в игре. Начинаем мы с Кленка, чей геймплей с прошлой игры изменился не сильно, но все же заметно. Во-первых, Кленк наконец-то стал просто-напросто двигаться быстрее, что уже по умолчанию хорошо. Двух лет медленных побегушек уже достаточно, я думаю. Гаджи-боты остались практически в том же виде, что и в Going Comento, только без новых специальных видов, которые появлялись в той игре. Но взамен у нас есть кое-что новое. Банано-управляемое автономное обезьянье устройство, или же БУАУ. Оно позволяет выстрелить куда-нибудь бананом, до которого потом будет стараться добежать наша обезьяна Скранч. И таким образом можно нажимать на труднодоступные кнопки, или отвлекать роботов-охранников. И несмотря на то, что часто после выстрела приходится какое-то время стоять и ждать, пока Скранч добежит до банана, я все равно считаю, что изначальная цель добавить секциям Кленка больше интерактивности была в целом выполнена. Вместе с тем, чтобы придать им ощущение, будь то мы в очередном эпизоде секретного агента Кленка. Но что еще круче, эта сцена прекрасно поняла, почему именно сцена побега из тюрьмы из второй части работала так хорошо. Здесь мы вновь наблюдаем крутую командную работу Ретчета и Кленка. Каждые пару минут мы переключаемся между обоими персонажами, и каждый из них помогает другому пройти дальше. Когда Кленк добирается до опущенного моста, мы тут же переключаемся на Ретчета в маскировке, задача которого этот мост поднять. К счастью, в новой маскировке мы все еще можем достаточно шустро двигаться и прыгать, а не как в первой части. Но главный ее прикол, она позволяет нам говорить на языке тираноидов и втираться к ним в доверие. И это весело. Разговариваем с доверчивыми пришельцами мы с помощью ритм игры, где нужно вовремя нажимать нужные кнопки, и в результате получаются иногда просто уморительные диалоги. Это только с виду эти ребята кряхтят и плюются, на самом деле они обычно крайне вежливые. Спустя время оба наших героя добираются до офиса Нефариуса, который оказывается огромным фанатом сериала Кленка. Из полезного они находят зашифрованную карту, которую нужно вернуть на Феникс, чтобы Эл ее расшифровал. Дорога обратно лежит через канализацию, где мы встречаем, ну, угадайте кого. Я даже не знаю, стоит ли уже удивляться внезапным, а внезапным ли, появлением водопроводчика. На этот раз ему нужны канализационные кристаллы, ну вы поняли, за которые он заплатит нам деньги. Это значит, что перед нами новая секция для гринда, по типу планет Тобора и Грелбин из прошлой игры. Только на этот раз она лишь одна, и отличается она весьма значительно. Те два уровня из Going Commando было крайне сложно воплотить, поэтому на этот раз команда хотела сделать что-то похожее, но используя меньше ресурсов, которые потом можно потратить на что-то более значительное. Результат? Бесконечные закрытые коридоры канализации, которые станут ночным кошмаром людей с клаустрофобией, в которых крайне легко заблудиться, благо что из многих мест можно добраться до срезки, которая вернет вас к началу уровня, а из врагов тут одни сплошные амибоиды. Самое смешное, что оно того в итоге вообще не стоило, потому что работы оказалось не намного меньше. Загвоздка оказалась в том, что все трубы круглые и все они железные, а значит вся секция это одна сплошная огромная поверхность для грави-ботинок, который мы получим несколькими уровнями позже. А амибоиды это единственные враги в игре, которые при смерти делятся на две более мелких особи, и нужно было сделать так, чтобы эти чуваки могли нормально делиться в любом положении и не сходить с ума на грави-поверхностях, что было очень сложно. Да и самих столкновений с ними здесь более двухсот, все они полностью уникальные, так что в итоге единственное, на чем действительно получилось сэкономить, это арт. Вторжение на базу не осталось незамеченным, как оказалось. Лоуренс, дворец кенефариуса, о нем узнал и доложил своему боссу, вместе с информацией о том, кто все это сделал. И о мой бог, эта сцена просто что-то с чем-то. Она устанавливает, пожалуй, разом все вещи, за которые люди и полюбили дуэт нефариуса и Лоуренса. Дворецкий – само определение спокойствия, смешанное с неприязнью к своему начальнику и поданное с целой тонной тонкого юмора, который становится еще смешнее из-за благородного английского акцента Лоуренса. Он никогда не упускает шанс завуалированно унизить нефариуса, но тот или слишком глуп, или слишком занят чем-то другим, чтобы понять эти подколы. Он тут злодей. Его дело – строить злодейские планы, чтобы потом злобно над ними по-злодейски смеяться. Ну, или съезжать с катушек, когда все идет не так. А когда нефариус съезжает с катушек, его переглючивает. Он зависает, и у него включается случайный эпизод местной мыльной оперы Лэнс и Дженнис. И обычно это заканчивается тем, что кто-то должен врезать ему в морду, чтобы вернуть его в чувства. Даже после нескольких прохождений, каждая сцена с этими двумя до сих пор кладет меня под стол. Вот зачем нужно нанимать сценариста. Тем временем на Фениксе Кворк, как всегда... Эм... Кворк. Он хвалит себя за успех миссии на Акватосе, и тут же выпаливает новый план. Теперь отряду Кью нужно атаковать планету Тиранозис, родную планету наших пришельцев, чтобы помешать их наступлению. Ну, точнее, не совсем прям отряду Кью, скорее самим Рэчетту и Кленку. Все остальные будут наблюдать за ситуацией и поддерживать нас, прохлаждаясь в буфете на Фениксе. Очень помогаете, ребят. Тиранозис – это один из самых необычных уровней в игре благодаря своей структуре. Сюжетно он целиком про захват базы тираноидов, и на протяжении всего уровня мы это и делаем. Но он поделён на четыре отдельных сегмента, каждый из которых работает совершенно по-разному и делает что-то новое. Ну, почти каждый. Сначала мы вместе с небольшим отрядом галактических рейнджеров десантируемся с высоты, и приземляемся к сооружению с противовоздушными пушками, и отрубаем генераторы, чтобы дать дорогу своим. Это более-менее стандартный геймплей Рэтчета, только чуть более коридорный, чем обычно. Но сразу же после этого нас выпускают на основную локацию, где развернулась уже чуть ли не полноценная война, и нас ждёт турбослайдер, изначально созданный для гонок, и в нём сидит скранч, который управляет турелью. Наша цель – уничтожить четыре огромные плазменные пушки, расположенные в разных концах карты, и это полностью нелинейная секция. Мы можем выполнять цели в любом порядке и ездить куда захотим, пока вокруг нас творится какой-то натуральный ад. Это первый раз во всей серии, когда мы используем транспорт не для гонок, а для выполнения основного задания. Рарит они мобили с прошлой игры не в счёт. И помимо простого эффекта новизны, это ещё и даёт ощущение свободы, которого в этой игре стало немного не хватать. После этого нам приходится столкнуться с мамой-тираноидом, гигантским чудищем с уже хрен знает каким количеством глаз, и огромной пушкой на спине, которая преграждает нам путь вперёд, и поэтому возникает босс-файт. И даже он необычный. Дизайн битвы очень сильно вдохновлён The Legend of Zelda, хотя мне, как незнакомому серии, сложно сказать, чем именно, но это так, спросите Брайана Алгайра. А его отличительная фишка – это переход между фазами. Когда вы заканчиваете первую фазу, начинается маленькая катсцена, сделанная одним программистом исключительно через код, в которой всё действие замирает, камера меняет перспективу на вид от лица тираноида, а потом вы вот так бежите от босса до второй арены, пока он стреляет в вас ракетами. Я даже проходя игру сейчас, в 2022 году офигел, а каково это было в 2004, мне даже представить страшно. После того, как мы побеждаем босса, внезапно объявляется Кворк, который, естественно, забирает всю славу себе. А мы достигаем четвёртой, финальной стадии – цепочки боевых миссий по окончательному захвату базы тираноидов, с ещё одной высадкой с воздуха, что всегда круто. Здесь нам дают попробовать второй из доступных видов транспорта – летающий истребитель, или что это такое, я не разбираюсь в терминологии, который пусть и не космический корабль, но он тоже неплох. Космические битвы, может, из игры и вырезали, но сражения в воздухе здесь всё ещё есть. А ещё эта цепочка миссий служит неким обучением для одного из основных мультиплеерных режимов – осады, где вашей целью как раз является захват базы противника. Подробнее о мультиплеере я расскажу позже, но пока что всё, что вам нужно знать – это крутая цепочка миссий и крутой мультиплеерный режим. За исключением, пожалуй, только вот этих дурацких ракетомётов. Они настолько дурацкие, что именно они стали вторым ежегодным лауреатом премии «Снежного чудища», о которой я говорил в прошлом выпуске. Шуточной наградой, которая выдаётся внутри студии за худшую вещь, оказавшуюся в финальной игре. Эти штуки ужасны тем, что они ведут себя совершенно непредсказуемо. Они выстреливают ракеты вверх на одной скорости, а потом эти ракеты выходят из поля зрения, ускоряются и падают на баз под прямым углом, и всё это без какой-либо индикации того, куда они собираются лететь. Их траекторию и тайминг очень сложно угадать, из-за чего у многих они вызывали проблемы. Как по мне, это достойный лауреат той премии. В общем, спустя время мы, наконец, захватываем базу, и это даёт нам что-то хорошее, допустим. Это почему-то не особо объясняется. После этого мы возвращаемся на Феникс, и пока Ретчет увлечённо рассказывает остальным, как он сражался с тем гигантским тираноидом, ребятам внезапно звонят Нефариус и Лоуренс, чтобы поглумиться, а Безумный Доктор заодно объявляет, что у него есть какие-то большие планы на Кленка. Звонок удалось отследить. Он был сделан с планеты Дакс, куда мы и отправляемся далее. Об этой планете нужно знать две вещи. Во-первых, своё название она получила от Декстера из серии Джек и... Декстер. Инсомниак и Ноти Док всё ещё подружески подкалывали друг друга и запихивали подобные отсылки. А во-вторых, на этой планете находится секретная, хотя скорее секретная, оружейная пабрика Нефариуса, где разрабатывается самое крутое супероружие в галактике. И это первый раз, когда в сценарии делаются отсылки на внутреннюю кухню разработки. Одна из тех единиц оружия это ужасный радужный афролизатор. Он предлагался как идея оружия для обеих предыдущих игр. И его суть была в том, что при активации все ближайшие враги напяливали радужные афро и начинали танцевать, давая вам возможность делать с ними что угодно. От этой идеи тогда отказались, потому что делать анимации танцев для десятков видов врагов было слишком сложно, да и у PlayStation 2 не хватало памяти, чтобы постоянно хранить в ней столько данных. Однако даже после трёх игр на эту штуку не забили, её реализацию мы однажды всё же увидим. Планета DAX одна из немногих в Апью Арсенал, что сохранили классическую структуру уровней с несколькими кольцующимися путями. Здесь их аж сразу три. Опциональный, в конце которого нам дают реактивные ботинки, которые в этой игре, если честно, не очень понятно зачем нужны. И два обязательных, которые задействуют сразу два новых гаджета, которые мы получили по дороге сюда. Обновлённый крюк-кошку и новый гаджет для взлома замков, который так и называется – Хакер. Причём этот уровень получился таким в результате, угадайте с одного раза, кранча. Его основной дизайн делал Колин Мансон. И несмотря на то, что команда всё ещё работала пятинедельными циклами, как и в прошлый раз, и предполагалось, что за один цикл разработчики должны сделать один уровень, но у Колина в тот цикл было на руках аж целых три уровня. Он очень не успевал, поэтому на этом уровне и ещё на одном он решил спародировать, как он это назвал, геймплей Ретчета, для чего он взял самые крутые уровни по типу планеты Доба из Going Commando и попытался сделать что-то похожее. Это объясняет, почему планета Дакс так похожа на Доба и в плане структуры, и в плане геймплея, и в плане арта. Она во всём, по ощущениям, напоминает тот уровень. И это на самом деле комплимент. Когда Марк Церни проходил этот триплет уровней Колина, он подумал, что именно на Дакс и другой спародированный уровень он потратил больше всего времени, а на третий он забил. Хотя на самом деле было наоборот. И это могла бы быть забавная история, если бы не кранч, через который пришлось пройти Колину и тем, кто работал вместе с ним над этими тремя уровнями. Крюк-кошку на этот раз совместили с Динамо из Going Commando, и часть про Динамо упростили только до активации платформ непосредственно перед вами. Как по мне, это по большей части решает проблемы того гаджета, особенно учитывая, что его ещё и научили активироваться автоматически, когда вы подходите близко к точкам, за которые можно цепляться или интерактивным платформам. Гаджет, нацеленный на то, чтобы разнообразить передвижение, не должен тормозить игрока, и в кои-то веки он этого не делает, чему я очень рад. И отныне автоактивация остаётся с нами до сегодняшнего дня. Я уже даже не знаю, какая это по счёту приятная мелочь, значительно влияющая на ощущение от игры. В Апью Арсенал их просто вагон. А Хакер это, пожалуй, один из моих любимых гаджетов для взлома во всей серии. Здесь перед нами есть труба с несколькими дорожками, по которым навстречу нам двигаются разные шарики. Красные, которые надо уничтожать, зелёные, которые надо собирать, и иногда оба из них прячутся за непробиваемым щитом. Замок, или следующая стадия мини-игры, их может быть несколько, открывается, когда вы собираете определённое количество зелёных шариков. Но если до конца дорожки добирается хотя бы один красный, вы начинаете стадию сначала. И это один из тех случаев, когда чем сложнее, тем круче, потому что сложность здесь повышается путём увеличения количества всех шариков, что заставляет воздействовать быстрее и активнее отслеживать происходящее на всех дорожках. Начальные простые замки позволяют вам расслабиться и дают вам несколько спокойных секунд на следующее действие. Но очень скоро они превращаются в испытания для ваших рефлексов. И вот когда вы начинаете балансировать на грани провала, это начинает разгонять кровь в жилах. Это уже весело. При этом есть и приятный бонус для тех, кому сложно. Это первая в серии мини-игра по взлому, в которой тоже применяется динамическая сложность. Если игра видит, что у вас не получается пройти стадию, на следующей попытке она станет чуть проще. Взломав вот так несколько замков и прорвавшись через впервые достаточно серьёзно прокачанных врагов внутри основного комплекса, мы находим планы некого устройства под названием «Биоразрушитель». Данные о том, что именно оно делает, стёрты, но зато мы знаем, что его повезли на лунную систему Абани. А на втором пути нас почему-то терроризирует какой-то боевой корабль, который почему-то умеет телепортироваться, и в конце он становится очередным боссом. И к тому же не особо примечательным. Он мало что может вам сделать, а от вас требуется лишь закидать его всем, что у вас есть. Только полоска здоровья у него весьма большая, но я не уверен, что это прям хорошо. Всё это мы прошли для того, чтобы в итоге найти комнату, в которой смонтировали новый клип местной робо-поп-звезды Кортни Гирс. Она же, кстати, выдавала нам нашу маскировку, когда мы выиграли испытания на арене. И судя по тексту её песни, не очень хорошей, но чёрт возьми, она цепляет. И месту, где был смонтирован клип, который просто золото, наши двое логично заключают, что она может быть заодно с Нефариусом. Так что они решают ещё раз гонять на арену, чтобы с ней встретиться и понять, что к чему. Эта пара минут синематиков вообще была одной из лучших демонстраций анимации в этой игре. Однако я не могу не заметить уже в третий раз подряд, что мы примерно в середине игры. И это в очередной раз её нижняя точка. На сей раз из-за того, что сюжет в каком-то смысле сбавляет темп. Значимые события всё ещё происходят, но расстояние между ними стало заметно больше. И хоть геймплей продолжает нести всю игру на себе, пока сюжет снова не разгонится, и играть всё ещё весело и интересно, всё равно чувствуется, что что-то немного не так. Сначала мы можем вернуться на арену, где мы выигрываем третий выпуск биткомикса. А Кленк заключает сделку с Кортни Гирс. Он достаёт ей роль в своём сериале, а она рассказывает ему всё, что знает о Нефариусе. У меня в голове горят уже много предупреждающих знаков, но к этому мы найдём чуть позже. Пока что нам интереснее комикс, из которого мы можем узнать, что Кворк и Нефариус на самом деле уже давно были знакомы. Они вместе ходили в школу, где наш уже тогда супергерой постоянно издевался над Нефариусом. И если вы не заметили, то в комиксах он почему-то вполне себе живой и органический, а не робот. Но это уже ненадолго. В конце этого выпуска Кворк настигает Нефариуса, и в попытке ещё раз над ним поугарать, случайно сбрасывает его с высоты во всякие аппараты, которыми набита его секретная фабрика на планете Магмос. Кворк думал, что на этом с Нефариусом покончено, но на самом деле эти машины превратили его в робота, и получился тот злодей, которого мы знаем сейчас. А пока Нефариус настоящего ещё более-менее спокоен, мы можем отправиться на лунную систему Абани. Один из самых крутых уровней в игре, по мнению очень многих, и меня в том числе. Потому что это сразу два сферических мира в одном уровне, и оба ушли далеко вперёд по сравнению с тем, что с ними делала Гоин Коммендо. Первая часть уровня — это ещё одна головоломка с рефрактором, которая на сей раз требует от вас уже какого-никакого ориентирования. Помимо того, что направлять лазер по изгибу всей планеты, это и выглядит, и ощущается очень круто. А в перемешку с этим нам ещё время от времени докучают мелкие враги, что тоже разбавляет геймплей. А вторая часть — это полноценный традиционный уровень, с поправкой на линейность Абью Арсенал, с отдельными боевыми столкновениями, платформингом и прочими плюшками, только на сферической поверхности со всеми её гравитационными трюками. И вот такой геймплейный твист — это прям то, что доктор прописал. Замесы с врагами на круглой поверхности ощущаются совсем по-другому, как что-то новое и безумно крутое. И такая встряска игре была очень нужна. Уж если она так налегает на сражения, то надо делать их разнообразнее, и сферические миры — это то, что надо. Особенно, когда их сопровождает дуэт из двух композиций, которые я считаю одними из лучших во всей серии, во многом из-за того, как круто они передают атмосферу исследования в открытом космосе. Спасибо простым синтезаторным нотам с мощной реверберацией. И композитору Дэвиду Биржо, который уже третью игру подряд продолжает жечь напалмом. В конце мы находим скида, который ранее вызвался нам помочь. Правда, не очень понятно, как именно здесь поможет лом. Как и то, почему ни с того ни с сего и Рэчет и Кленг стали относиться к нему как-то с неприязнью. В этой лунной системе есть еще третья луна, но она защищена силовым полем, через которое мы пока проникнуть не можем. И здесь нам очень вовремя звонят галактические рейнджеры, которые никак не могут без нас справиться с нашествием терраноидов в Блэквотер-Сити на планете Рилгар. Ветеранам первой части это название покажется знакомым, и они могут уже быть в предвкушении повторного визита на давно знакомый уровень. Один из лучших в той игре. Но нет. По итогу из позитивного есть только стерео-ремастер темы уровней из первой части, но в остальном это просто очередная боевая миссия на мультиплеерной карте. Причем эта цепочка еще и очень маленькая, да и интересного сюжета у нее нет. Помимо отличного диалога, в конце которого мы получаем грави-ботинки. Я тут все хожу вокруг да около всю дорогу, но теперь пожалуй самое время отметить слона в комнате. Мультиплеер. Это важнейший элемент Тапью Арсенал, который очень сильно повлиял и на процесс разработки игры, и на то, какое оно в принципе в итоге вышло. Мультиплеер планировался с самого начала, когда его попросила сделать Sony. На то время они как раз недавно выпустили широкополосный адаптер для PS2. На подходе была слим-ревизия, у которой он был встроенный, а его успешное применение для онлайн-игр уже успело подтвердить соком. Так что Sony нужны были еще игры, которые могли бы продвигать эту тему, и серия Ratchet & Clank, которая тогда была на пике популярности, была отличным кандидатом. Тем более, что и сама Insomniac была не против попробовать что-то новое. Так что еще на препродакшене студия выделила одного программиста, который за время подготовки накатал бы базовый код для мультиплеера. Мы уже знаем, насколько хорошо эта задача выгорела. Сорванные сроки, дальнейшая спешка и все такое. Чтобы потом у дизайнеров был фундамент, на котором они могли бы строить непосредственно геймплей. В итоге у них получилось три основных режима, целое море модификаторов, десять карт и все это добро доступно еще и в оффлайн-сплитскрине до четырех человек. Хотя, конечно же, основной прицел был на онлайн до восьмерых, и даже с целым голосовым чатом для всех игроков. Кстати, именно он, вместе с тем, что для синхронизации и создания более естественных анимаций противников, игра в реальном времени передавала ввод игрока на сервер, стали причиной, почему нужен был именно широкополосный адаптер. 56-килобитного модема было мало для такого потока данных. Но больше того, в онлайн можно было загружаться одновременно со сплитскрином. Вы сидите вместе с другом на диване, а по сети вместе с вами еще шесть человек гоняют. Крутота же! Главной мультиплеерной завлекалкой был режим осада, в котором цель игрока, или команды, захватить базу противника. И это не так просто, как кажется на первый взгляд. База защищена двумя огромными турелями, которые нужно уничтожить, после чего проникнуть внутрь базы и разрушить ее ядро, и на этом матч выигран. Сложность здесь в нескольких моментах. Во-первых, в мультиплеере совершенно по-другому сбалансирован урон, чтобы замесы были динамичнее, так что вы умираете весьма быстро. Во-вторых, это весьма тактический режим, так что если просто сломя голову переть на базу соперника, то, скажем так, ваш поход может несколько затянуться. Так я просто, у меня просто квинтэссенция безумия. Просто определение. Типа... Как в этом фаркреере? Да-да-да. Я все время делаю одно и то же, и надеюсь на другой результат. Может в этот раз получится у меня до тебя оторваться. Не говоря о том, что вам и свою базу надо защищать, чтобы ее не захватили. Поэтому осада доступна только на самых больших и сложных картах с симметричной архитектурой. Только на них достаточно места для того, чтобы расположить дополнительные цели захвата. По всей карте раскиданы изначально нейтральные узлы, которые могут быть захвачены любой из команд. Для чего ей желательно уничтожить всех противников, мини-турели или что там еще может защищать зону. После чего активировать узел, и он уходит с охватившей его команде. Этим команда получает себе все возможные бонусы. Боты, патрулирующие зону, переходят на сторону команды и защищают зону от противников. Там может появляться транспорт, и турбослайдер, и истребитель в мультиплеере тоже доступны. В дополнительной вариации режима захваченные зоны делают все, что находится на территории подконтрольной этой команде, сильнее, включая саму базу. В общем, захватывать дополнительные узлы это очень полезно. Однако ваш контроль над этими узлами не бесконечен. Противник может забрать их себе, так что за этим тоже нужно следить. Поэтому весь матч может превратиться в сплошное перетягивание каната, где обе команды в попытках получить преимущество начинают просто захватывать территории друг друга. Помимо того, что постоянно вырывать из рук соперника бонусу это просто приятно, это еще и действительно полезно, потому что у вражеской базы, вашей главной цели, очень много здоровья, и вам потребуется помощь, если вы хотите захватить ее быстро. А даже если матч затянется, это все равно очень весело. Помимо осады есть еще захват флага и дезматч, которые, я думаю, в объяснениях не нуждаются. Оба со своими вариациями. Захват флага с защитой собственного или без, дезматч командный или общий, выбирайте что хотите. Если вы создаете игру, то перед вами лежит какое-то безумное количество модификаторов. Вы можете запрещать или разрешать использование реактивных ботинок, бесконечные патроны, настраивать время ожидания до респауна, устанавливать ограничения по времени, банить определенные виды оружия, транспорта и менять еще 100 тысяч опций. Настройка игры здесь крайне гибкая. Благодаря этому создается чуть ли не бесконечное количество вариаций одного и того же режима, и даже на одной и той же карте каждая игра будет проходить по-разному не только из-за спонтанных решений, но и из-за разных условий, в которые ставятся игроки, и разных методов обхода ограничений, которые они могут придумывать. Это очень круто. Оружие, кстати, здесь заметно ограничено по сравнению с основной игрой во всех возможных смыслах. Во-первых, стволов здесь только 8 вместо 20, и все 8 это старые пушки из Going Commando или их альтернативы из Single Up Your Arsenal, потому что мультиплеер начинали строить еще до первых прототипов нового оружия для сюжетной кампании этой игры. А во-вторых, здесь полностью другая система уровней и получения оружия. По умолчанию вы стартуете с обычным бластером, а остальные пушки вы можете находить в ящиках, раскиданных по всей карте. Ну или собирать с трупов других игроков те наборы, которые они собрали. И все свое оружие вы можете апгрейдить, почти что как в сингле. Если вы набиваете 3 фрага и при этом не умираете сами, то уровень повышается до второго, и оружие становится мощнее. Но как только вы умираете, апгрейд теряется. Кстати, во имя баланса апгрейдов нанотеха в мультиплеере нет. И эти разговоры об оружии напомнили мне, что я снова уделил мало внимания основным пушкам из сингла. Что ж я забывчивый такой. Так что я на минутку переключусь с мультиплеера на них, а потом мы вернемся обратно. Ладно? Ладно. Я не буду описывать все виды, потому что где-то половина это пушки, вернувшиеся из предыдущих игр, только заново отбалансированные и с дополнительными эффектами для новых уровней. Но вот новые можно очень емко суммировать. Это, пожалуй, один из самых эффектных наборов серии. Из оригинальной квадрологии на PS2 это уж точно самый красивый сет. Один из моих любимых стволов, например, это, как я его называю, разломщик. Крепитесь официальной локализацией в серии все еще нет. Эта штука открывает разломы в другие измерения, создавая большие воронки, в которые просто засасывает всех врагов подряд. Причем они могут двигаться, иногда даже в сторону друг друга, если их разом несколько, и потом объединяться в одну большую черную дыру. И наблюдать, как врагов подкидывает в воздух и начинает быстро крутить, не надоедает никогда. Это отличное оружие формата выстрелил и забыл, потому что с большинством негодяев оно может разделаться весьма быстро, и это прекрасный инструмент контроля толпы. На него надо будет вод накопить, но оно того серьезно стоит. Или есть еще гидра, с помощью которой можно выбрать одновременно несколько целей, а потом она выпустит очень мощный электрический заряд между ними всеми, чем может и других врагов тоже задеть. Так можно за один выстрел устранить целую группу врагов. И помогает еще безумное ощущение мощности. Жуткий звук зарядки, вспышка электричества на пол экрана, и громкий треск хрен знает скольки тысяч вольт в конце, в сопровождении ваших врагов, которые все распадаются на части. Это просто золото. Да и забавные пушки вроде кряка луча стали еще прикольнее и полезнее. На этот раз врагов можно превращать в маленьких желтых утят, и с каждым уровнем они становятся все круче. То они сначала взрываться начинают, то потом случайный враг превратится в большую утку, которая будет летать рядом с вами и валить других. Эту штуку теперь можно смело включать в свой постоянный арсенал. Ну и про плеть тоже забывать не стоит. Она просто до жути крутая, тут даже разговаривать не о чем. Единственный минус местного арсенала, большинство самых необычных или более ситуативных единиц оружия достаточно быстро теряют актуальность, что немного обидно. Но даже при этом само ядро боевки по-прежнему не дает заскучать. Как я и обещал, мы возвращаемся к мультиплееру. Это была действительно важная фишка во многих смыслах. Мультиплеер Up Your Arsenal был одним из пионеров полноценного онлайна на консолях, во времена, когда даже PlayStation Network еще не существовало. И к тому же он умудрился на неделю опередить не абы кого, а аж целую Halo 2. И пусть такого мощного влияния он в итоге не оказал, но потенциал был, и Insomniac действительно старалась сделать свой первый мультиплеер по-настоящему хорошим. Именно поэтому он оказал такое влияние на всю остальную игру. К примеру, именно мультиплеер был одной из главных причин для добавления новых раскладок управления типа Локстрейфа, потому что классическая накладывала слишком много ограничений на соревновательную игру. Нет нормального прицеливания по вертикали, медленная камера с инерцией, невозможность одновременно стрелять и вести камеру, такие вещи. Поэтому, когда вы заходите в мультиплеер, у вас по умолчанию включается Локстрейф, который исправляет все эти вещи, давая вам больше свободы, возможностей и скорости. А в дальнейших играх эту раскладку начали смешивать с классической, постепенно приводя всё к виду шутера от третьего лица, каким мы его знаем сегодня. И пусть начинал свой путь мультиплеер с командой всего лишь пары человек, но она начала быстро разрастаться. А чем больше людей работает над мультиплеером, тем меньше работают над синглом. А это значит, что надо идти на компромиссы и отказываться от каких-то идей, потому что не хватает ресурсов. И раз это был первый мультиплеер для студии, правильно всё распланировать и скоординировать тоже не очень получилось. Они просто недооценили сложность задачи, и в итоге к чертям полетели все дедлайны. Потому что изначально планировалось, что диски с бета онлайна должны были выйти в июле 2004-го. Но оказалось, что в таком случае к завершению тестирования, у ребят оставалось бы всего пара недель до того, как отправлять игру на золото, и внести нужные правки они просто не успели бы. Поэтому бету пришлось передвинуть на июнь, который уже и без того был самым загруженным месяцем за весь период производства, где студии нужно было записать 10 важных дисков. Именно из-за этих изменённых сроков целая половина тестеров кряхтела над онлайном. Только так получилось бы всё успеть. Не стоит забывать, что отлавливать баги в сетевой игре гораздо сложнее, чем в сингле. И если этого не хватало, то из-за всех этих причин полетел и общий план разработки мультиплеера. Потому что изначально планировалось, что мультиплеерное лобби будет сделано где-то в начале процесса. Но из-за всех изменений сроков, команды, даже самой игры, на лобби всё никак не оставалось времени. Дошло до того, что про него вспомнили уже в настолько последний момент, что у Insomniac не осталось своих ресурсов, чтобы его сделать. Им пришлось отдавать его на аутсорс студии Баззманки, которая запилила его всего за 2 месяца. А это очень быстро. Надо поднять матчмейкинг, статистику, профили пользователей и ещё кучу всего, и заставить это стабильно работать. Там творился полный хаос. И несмотря на то, что Insomniac даже в те годы считалась отличным местом для работы, и людям нравилось там быть, не в последнюю очередь благодаря уникальному рабочему процессу, о котором я рассказывал в первом эпизоде, подобные стрессовые ситуации многих могут довести. И после Appy Arsenal из студии стало уходить больше людей. Некоторые из них основали свою студию, High Impact Games. Она ответственна за два спин-оффа серии, которые вышли на PSP. И одним из этих людей был даже Дэн Джонсон, один из главных художников Insomniac, который работал в студии почти с самого её основания. Стоило ли оно всё того? Вопрос открытый. Конечно, когда весь проект делается в таком режиме, в такой спешке, это прежде всего нехорошо для людей, для их здоровья и личных жизней. И со временем Insomniac старалась улучшать ситуацию. Но даже при этом разработчики всё равно горели проектом. Они хотели, чтобы он стал успешным, и в случае с мультиплеером, если они хотели, чтобы он действительно выстрелил, то у них особо-то и не было другого выхода, кроме как сделать его настолько крутым, насколько это вообще возможно. А потом просто надеяться, что вокруг него соберётся аудитория. На консолях в те времена это всё ещё был дикий запад. В итоге у них получилось, но цену они заплатили большую. И даже при этом онлайн-апьюарс, но как и любой другой игры, всё равно не вечен. Серверы для PlayStation 2 были отключены в 2012 году, незадолго до выхода HD переиздания, где онлайн вернулся ещё на 6 лет и был отключён уже на совсем в 2018 году. Но эй, у нас всё ещё есть сплитскрин. Кроме PS Vita, там мультиплеера в принципе не было. Хотя в эмуляторе PS3 всё же можно поиграть на кастомных серверах. После того, как Рэчет и Кленк в очередной раз выполняют работу рейнджеров за них, приходит время наконец-то наведаться на киностудию, где Кленка уже заждались режиссёр и Кортни Гирс. И начинаем мы сразу с, пожалуй, одной из лучших секций Кленка из оригинальной трилогии. Мы снимаем сериал, так что здесь всё подчинено теме секретного агента. То мы применяем наш кунфустический гений в борьбе с робо-ниндзя, то обходим лазеры, потом используем наши супер-техно-гаджеты, и всё это, пока режиссёр всю дорогу указывает нам, что делать. Великолепно. Здесь даже есть сегмент с огромным Кленком. Крушить всю съёмочную площадку в попытках победить злобное чудище всё так же весело, как и раньше. То есть это прикольно, но быстро надоедает. Но на сей раз этот геймплей уже не может предложить ничего нового по сравнению с Going Commando. И, если честно, я не знаю, что сюда ещё можно добавить. Судя по всему, Инсомниак тоже поняли, что эта фишка начинает себя изживать. И, вероятно, поэтому киностудия Vapu Arsenal это последний раз, когда мы видим огромного Кленка в играх серии, сделанных Инсомниак. Стоп, снято, говорит режиссёр. И у Кленка, наконец, появляется время поговорить с Кортни насчёт планов Нефариуса, как они и договаривались. Но внезапно у неё оказываются другие планы. Она вырубает Кленка, чтобы принести его к Нефариусу, с которым она, по видимости, в отношениях, допустим... Не будем об этом, ладно. Безумный Доктор оказывается действительно безумным, потому что он тоже искренне верит, что Кленк на самом деле секретный агент, а не актёр, исполняющий его роль. Хотя с его фанатичным отношением к сериалам это, пожалуй, не так удивительно. Он пытается переманить Кленк на свою сторону, чтобы тот, уже являясь примером для подражания для робонаселения, продвигал его идеи в массы. Чем это заканчивается, нам скажут чуть позже, потому что сейчас нас переключают на Рэчет, до которого ранее выгнали со съёмочной площадки из-за того, что он в очередной раз облажался. Пока он сидит у трейлера и ждёт Кленка, на студию нападают тираноиды, потому что ну как иначе? И спустя несколько минут вдвоём с ограниченным мувсетом мы таки находим Кленка, который умудрился узнать, где находится Нефариус, но вместе с этим стал вести себя немного странно. А пока мы заводим свой корабль, нам звонит Скит, который до сих пор зависает на лунах Абани, и его прямо при нас похищают. Так что мы летим сразу на ту третью луну, где мы видим, пожалуй, один из самых безумных уровней в серии в плане арта чисто из-за того, насколько он яркий и дико розовый. И эти люди ещё говорили Тони Гарсии, что он использует слишком много розовых эффектов. Ага, на свой бы уровень посмотрели. Он настолько жёсткий, что в японской версии игры пришлось даже делать окружение статичным, потому что японцев почему-то легче укачивает, по заявлению местного отдела Sony. Сам уровень, кстати, представляет из себя одну сплошную трубу с магнитной поверхностью и всеми возможными препятствиями, которые весьма приятно обходить, включая даже вертикальные дорожки с двигающейся туда-сюда кислотой, или что это такое, авторство Марка Церни, которое Майкстаут стырил из первой части. Пройдя через всё это, наши двое видят, как Кортни Гирс превращает скидов в робота, а потом планируют то же самое сделать с Рэчетом. Конечно же, этого он допустить не может, так что завязывается босс с Вайт. Весьма неплохой, я скажу, по большей части из-за оформления. Этих экранов повсюду, демонстрирующих её самодовольство, которые ещё и один за одним отключаются по ходу битвы, и классного ремикса её песни про уничтожение всей органической жизни. Причём при разработке была идея сделать это сражение в формате ритм игры, что лично я был бы очень рад увидеть, но на это, увы, не хватило времени. Да и для некоторых людей такой формат был бы проблематичнее, потому что не у всех есть хорошее чувство ритма. Когда Скорт не покончено, нашему дуэту звонит Саша и сообщает, что корабль Непариуса припарковался в порту планеты Зелдрин, и что Кворк уже ждёт их там. У них есть небеспочвенные подозрения, что это ловушка, но они всё же отправляются туда. И перед нами предстаёт ещё один уровень с несколькими путями, но, что забавно, тот, что кажется основным, и который проходит через сам порт, оказывается опциональным, и приводит нас к новому старому гаджету. Магниту для болтов в версии 2.0, который теперь объединён с ломателем ящиков. Давно пора, так что теперь придётся меньше париться о пропущенных деньгах. А вот о том, чем там в свободное время занимается Кворк, ваш мозг какое-то время будет думать, как бы вы ни пытались эти мысли подавлять. Вместе с ним мы проникаем на корабль Непариуса, где Кворк каким-то образом испаряется, и пока мы разбираемся с охраной, успевает по-тихому добраться до мостика. Там нас уже ждали Непариус и Лоуренс, которые включили программу самоуничтожения и по-тихому смылись сами. А когда Рэчет и Клэнг собрались бежать, Кворк заметил на мостике какую-то вещь, без которой он не мог уйти, и сказал им ждать его на шаттле. Но Клэнг ждать не стал, и в последний момент запустил шаттл, оставляя позади взрывающийся корабль с нашим супергероем на борту. Мы сразу же возвращаемся на Феникс, и узнаём, что после нас никто так и не улетел, что может означать лишь одну вещь. Так что команда провожает Кворка насовсем. Высказывается даже Клэнг, который как всегда прав, пусть даже немного не так, как обычно. Эл даёт нам четвёртый выпуск вид комикса, в котором Непариус возвращается в своём новом обличии и атакует Метрополис в попытке отомстить Кворку. Однако последний его всё же побеждает в очередной раз, и в несколько скомканной концовке заявляет, несмотря на угрозу Непариуса разнести весь город, что с ним покончено уже насовсем. Но этого достаточно, чтобы наши чуваки полетели в Метрополис, и чутьё их не подвело. Непариус уже начал полноценную атаку на город. Здесь игра снова разгоняется в полную силу, ибо здесь происходит очень много всего важного. В отличие от Блэк Уотер Сити, Метрополис — это полноценный классический уровень, а не просто мультиплеерная карта, хотя и она здесь тоже есть, и возвращение сюда давит на все чувства. Мы гуляем по другим частям города, но они всё равно выглядят знакомо. На фоне играет мощный ремикс оригинальной темы, всё просто идеально. И игра не тянет кота за хвост, а прямо сразу же объясняет странное поведение Кленка на последней паре уровней. Оказывается, Непариус сделал ему злого брата-близнеца, которого назвал Кланг, и отправил Рэтчету вместо настоящего Кленка. И тот ничего не подозревал, пока Кленка всё это время удерживал в заложниках Непариус. И что делает Непариуса действительно крутым злодеем, несмотря на всю свою комичность, это то, что он не просто всегда на шаг впереди своих противников, но он активно водит их за нос и пытается сбить их со следа, и он делает это настолько хорошо, что никто ни о чём не догадывается. И это даёт ему гораздо больше простора для исполнения своих злодейских планов. Субтитры создавал D. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Здесь мы наконец-то впервые видим биоразрушитель в действии. Это огромная круглая штука, которая по одному превращает всех вокруг в роботов, включая самих тираноидов, доверчивостью которых Нефариус воспользовался, чтобы достичь своих целей. И отныне тираноиды станут еще сильнее, а убивать их станет еще сложнее. Причем они останутся в своем новом роботизированном обличии, даже если вы вернетесь на какую-нибудь из уже посещенных планет. И это может выглядеть как очень маленькая деталь, но на самом деле это еще один из тех безумных и очень сложных в исполнении хаков, которые команде пришлось внедрять в игру. Ради вот этой мелочи, которую даже не все игроки увидят, в Сумниак пришлось изобрести хитрую систему подмены текстур, а потом пытаться найти место на внутренней части диска, куда записать дополнительные текстуры так, чтобы игра успевала загружать их вовремя и не ломаться. Начиная с Метрополиса и практически до самого конца, игра меняет тон на заметно более мрачный, впервые в таких масштабах. И не мудрено, Нефариус уже привел свою адскую машину в действие. Она всю дорогу маячит на горизонте, превращая все больше существ в роботов, на самом деле нет, но представим, что да. Рэчет и Кленг все еще разделены, Кворк мертв, все очень печально. Впервые в серии у главных героев дела настолько плохи, а злодей настолько близок к победе. Теперь остановить его стало еще сложнее, и это подчеркивается даже тем, что этот уровень это один из самых больших скачков сложности в игре. Вам придется попотеть, чтобы добраться до Нефариуса. И даже когда вы это сделаете, сильно положение дел не улучшается. Рэчет наконец-то замечает подмену своего друга, но теперь и Нефариус признает его как достойного противника, хотя злому доктору пока что не до вот этих разборок, так что он сматывается, оставляя Рэчета наедине с двумя одинаковыми с виду роботами. Конечно же, Кланг тоже умеет становиться огромным, и на таком же поезде, как в первой части, где мы бились с Бларгами, мы теперь сражаемся с роботом-самозванцем. Босфайт не особо сложный, если у вас есть полностью прокачанная снайперка, то Кланга можно прикончить всего за один магазин, но движущийся поезд все делает интереснее, потому что приходится все атаки просчитывать заранее, с учетом его направления. В конце концов, Рэчет и Кланг воссоединяются, оба опустошенные происходящим и даже без примерного плана действий. На обратном пути они могут присоединиться к рейнджерам и помочь им зачистить город от тираноидов, за что будут награждены очередным гаджетом, открывающим все секретные места на карте. Но пока остается только вернуться на Феникс и понять, что делать дальше. Пока сильные мира сего показывают свои истинные лица... Рэчет и Саша вспоминают, что Кворк хотел что-то забрать с корабля Нефариуса, который упал на планету Зелдрин, так что наш дуэт отправляется туда в надежде что-нибудь найти. Каким-то образом, этот уровень еще сложнее, чем Метрополис, особенно если вы пытаетесь выполнить одну из ачивок, убив 30 врагов с помощью сосущей пушки. Это вообще жесть какая-то. Так что готовьтесь страдать и по нескольку раз начинать сначала, потому что Чиквойн здесь только один, после сюжетной катсцены. И пока мы до нее не дошли, мы можем немного поошиваться по окрестностям и найти предпоследний гаджет в игре. Весьма полезный нано-пак. Он умеет собирать лишний нано-тех, когда у вас уже полное здоровье, чтобы потом, когда оно опускается до минимума, тут же немного подлечить вас. Эта штука может не единожды спасти вам шкуру. Вскоре Рэджет и Клэнг, и почему-то Скранч, находят остатки экстренного шаттла и выясняют, что Кворк на самом деле не умер. Он просто решил скрыться, одевшись как женщина, это всегда золото, Джим Уорд отлично имитирует женский голос, и заказав такси... куда-то. Вместе с этим они находят какой-то диск с данными, за которым Кворк по видимости и возвращался. Так что они планируют отдать его Эллу на Феникс, чтобы тот его расшифровал. И, если честно, я даже не знаю, стоило ли ожидать отборка чего-то иного. Как впрочем, и очередной затычки на обратном пути. Прямо перед отправлением нам снова, уже в последний раз, звонят рейнджеры, которым нужна помощь на планете Аридия, еще одной локации из первой части. Но мы уже горьким опытом научены, так что триумфального возвращения в знакомые районы можно не ждать. Это очередная мультиплеерная карта, и при том одна из самых больших. Однако результатом этого становится только то, что это с отрывом самый длинный в игре сегмент с боевыми миссиями. Как по мне, слишком длинный. Наградой же становится последний гаджет в игре, который нам пригодится на следующем уровне. Телепорт панель. На этот следующий уровень нас приводит пятый, последний вид комикс, который никогда не выходил, ибо был забанен самим Кворком. Он рассказывает, что на самом деле, после победы над Нефариусом, Кворка тогда оглушил Лоуренс, и злодеи забрали его с собой в свое логово. Сбежав оттуда, Кворк трусливо спрятался в своем убежище в астероидном поясе Тран, опасаясь мести злого робота. Но ее не последовало, так что наш герой вернулся обратно в свет. А что было дальше, мы уже знаем. Так что теперь мы летим в убежище Кворка, и наблюдаем последний в этой игре уровень с несколькими путями. Одним опциональным, с весьма неплохим испытанием на ловкость, и призом в конце в виде очень дорогого КПК, позволяющего пополнять боезапас откуда угодно. И одним обязательным, где нам и пригодится та самая телепорт панель. И это одна из тех вещей, что в игру добавляли в самый последний момент, несмотря на то, что ее присутствие планировалось с самого начала, что заметно потому, что ее можно использовать только на этом уровне, и то лишь два раза. А прикол был в том, что изначальный дизайн предполагал, что эту штуку можно было метнуть перед собой, примерно как это можно делать с ключом, и тем самым задать себе точку для телепортации. Проблема в том, что так можно было делать где угодно, и вряд ли вам нужно объяснять, что таким путем можно в два счета сломать игру, и выбраться за границы уровня. С косяками такого уровня, Sony просто не допускала игры к релизу, во всяком случае от своих внутренних студий и контрактников, кем тогда была Insomniac, так что это нужно было срочно исправлять. Поэтому в итоге получилась штука, которую можно оставлять только в заранее определенных местах, к которым вы потом и телепортируетесь. Потому что и вырезать ее уже было нельзя, она была прописана в макродокументе, в главной структуре проекта, и ее удаление потребовало бы больше времени и изменений, чего студия уже позволить не могла. Сам уровень вполне неплохой, но он выделяется своей мрачной и холодной атмосферой. И не только потому, что здесь везде снег и лед. Весь уровень выполнен в весьма приглушенных и темных, зеленовато-болотных тонах, на фоне зловещей рычат синтезаторы, а враги здесь пусть на поверхности и комичные, но с ними не все так просто. Кворк крайне продажный и нарциссичный, так что в целом-то нет ничего удивительного, что его убежища охраняют садовые ниндзя от Мегакорм, и боевые роботы с внешностью его самого. И это очень прочные роботы, с них все внешние панели уже сто раз слезут к моменту, когда вы их убьете. А под ними прячутся какие-то натуральные терминаторы со страшными красными глазами. И некоторые из них даже не умирают сразу, а начинают ползти по земле прямо в вашу сторону. И это просто стрёмно. Но еще этот уровень важен сюжетно, потому что он начинает подводить к концу персонажную арку капитана Кворка. Несмотря на то, что после Апью Арсенал он появлялся практически в каждой игре серии, иногда играя значительную роль, он больше особо не менялся и не эволюционировал, а просто оставался примерно в том же виде, что и в финале третьего Рэтчета. За исключением игры 2016 года, по понятным причинам. Иногда на это не обращаешь внимания, иногда это бросается в глаза в плохом смысле, но больше всего в итоге разрывает между обидным ощущением отсутствия дальнейшего развития, и пониманием того, что тут уже вряд ли что есть сказать еще, особенно на фоне того, что сами игры вообще-то не про него. В первую очередь надо Рэтчета и Кленка развивать, что в франшизе и делает, но просто очень медленно, особенно в начале, размазывая это по всем играм. Но за то, что Кворка после Апью Арсенал по большей части превратили в комедийную отдушину, я все равно очки снимаю. Мы познакомились с Кворком две игры назад, где он показал себя экоцентричным нарциссом, готовым пойти на очень многое ради собственной выгоды и сохранения своего образа самого крутого супергероя в галактике. Рэтчет и Кленк поставили его на место, по пути разрушив его репутацию, что его очень разозлило, и он попытался им отомстить, подставив их и публично спастя другую галактику от якобы созданной ими угрозы, чтобы восстановить свой имидж. Но потерпев второе поражение подряд, он скрылся ото всех, пока эти двое не нашли его снова. Удивительно, что даже после всего этого, президент Соланы все равно доверял Кворку настолько, чтобы поставить его во главе битвы с Нефариусом. Хотя, наверное, не очень, учитывая, что заслуги нашего дуэта он не помнит и верит, что их персонажи в сериале – это их реальные личности. Мы не знаем, насколько реальны все те заслуги, которые Кворк себе приписывает, но наверняка большинство он выдумал. Но счеты с Нефариусом у него точно есть. И пусть даже все, что он делал до этого момента, отрисовал мелками свои глупые планы, но эти планы почему-то на самом деле работали. В это трудно поверить, но он знал, что делал, и он хотел достичь этой цели. И несмотря на то, что очень многое из того, что мы видели, он делал ради своей выгоды, он так-то мог получить эту выгоду любым другим способом, но он выбрал именно образ супергероя, который защищает галактику от зла. Все это время он хотел нравиться людям, он хотел быть героем, он хотел быть образом, на который люди равняются. И в самый важный момент, он даже почти сделал что-то по-настоящему героическое, но когда на горизонте появилась реальная опасность, он струсил. И после того, как наш дуэт пробрался через его логово, и Кленг выполнил свою последнюю сольную миссию в игре, запустив себя и Рэтчета в дом Кворка, они напоминают ему обо всем этом, и той мотивации, которая им двигала. Ну, в основном это делает Кленг, но не суть. Они заставляют его задуматься о том, кто он вообще такой, и кем он действительно хочет быть в этом мире. Потому что его недостатки очень сильно сбили его с пути, что можно очень легко отследить по Рэтчету, который сначала им восхищался, а потом мстил ему, пытался смириться с тем, какой он есть, отчасти заново начал его уважать, затем относился к нему с подозрением, а в конце прямо в лицо сказал ему, насколько он ему отвратителен. И очень скоро этот разговор значительно его изменит. А пока что мы оставляем его наедине с собой, и только мы собираемся отсюда улетать, как нам звонит Саша, и сообщает, что на Феникс напали силы Нефариуса, пытаясь найти те данные, что наш дуэт недавно забрал из шаттла Кворка. Мы срочно летим на Феникс, и дела там идут совсем не радужно. Оставшиеся члены команды где-то спрятались, рейнджеры как всегда бесполезны, и умирают почти сразу же, как появляемся мы, а сам корабль выглядит так, будь то он вот-вот полетит ко всем чертям. Магазин не там, где должен быть, лифт сломан, все двери закрыты, полностью красное освещение кричит об опасности, а грозные басы оркестра помогают вам идти вперед, несмотря ни на что. Нефариус атаковал наш дом, конфликт только что стал личным. Мы устраняем эту угрозу и находим то, что осталось от отряда Кью на мостике. Эл таки расшифровал, диск на котором хранился полный план Нефариуса. С помощью биоразрушителя он будет атаковать планету за планетой, превращая всех в роботов, хотя лол, это и так было очевидно. Но после каждого использования ему нужно перезарядиться. И как раз сейчас он сидит на планете Корос, ожидая своего следующего применения. На планете Велдин. Я ценю, что эта сцена делает все еще более личным, раз теперь речь идет о родной планете самого Ретчета. Но у меня есть с ней пара проблем. Во-первых, почему именно Велдин? На протяжении всей франшизы эта планета всегда описывалась как богом забытая и никому не нужная дыра. Зачем с нее начинать, если Ретчет еще не успел нормально помешать плану Нефариуса и перейти ему дорогу? И во-вторых, здесь появляется конкретная сюжетная дыра с биоразрушителем. Сразу после того, как он впервые атакует Метрополис, по новостям передают, что город разрушало сразу несколько таких штук. Не говоря о том, что Нефариус как раз планирует подобные нападения на другие планеты, что сейчас почему-то оказывается большим сюрпризом. Но теперь мы выясняем, что биоразрушитель только один. И кому теперь верить? Самое веселое, что это даже не все, но продолжим мы уже на планете Корос. Одна вещь, которая мне здесь очень нравится, это насколько этот уровень напряженный. У вас есть весь этот сюжетный контекст, на самом уровне просто какое-то бесконечное количество врагов, разрушаемых объектов настолько много, что уронить преймерейд можно в два счета, а в разработке он просаживался так сильно, что игра просто зависала, а на фоне рубит очень быстрая перкуссия в сочетании со злыми синтезаторами. Расслабляться просто некогда и негде. Рэчет и Кленк пробивают свой путь к огромной пушке, которая почему-то находится очень близко к биоразрушителю, а потом перехватывают над ней контроль и уничтожают эту мини-звезду смерти. Им сразу же звонит Саша и говорит, что Эл разшифровал диск, хотя он это уже сделал 15 минут назад, и выяснил, что у Нефариуса есть новая, еще более опасная модель биоразрушителя. Опять же, нельзя было это еще на пениксе рассказать. Это еще одна вещь, по которой видно, что ребята уже конкретно торопились к релизу, но учитывая текущие ставки, напряжение и то, насколько крепким сценарий был всю дорогу до этого, я готов это простить. А наш путь лежит уже прямо на базу Нефариуса. Это финишная прямая, последний уровень в игре, который по доброй традиции заставит вас задействовать все, что вы успели приобрести за игру и чему смогли научиться. Даже про секции с маскировкой вспомнили. Только на этот раз я бы поспорил о том, самый сложный ли это уровень в игре. Как по мне, уровни до него все же были посложнее. Впрочем, здесь нам тоже расслабиться не дадут. Врагов много, все они очень сильные, так что на них нужно нацеливать все свои самые большие пушки. А еще здесь нет никаких чекпоинтов. Если вы умерли, то будьте добры все повторить с самого начала. Понятно, что это один из самых маленьких уровней в игре, но серьезно, чего уж прям так-то издеваться. Но после того, как мы прерываемся сквозь шквал огня, мы наконец-то встречаемся лицом к лицу с самим доктором Нефариусом. И начинается, по моему мнению, один из лучших боссфайтов во всей серии. После слишком сложного дрэка из первой части и смехотворно простой плюшевой зверюшки из Гоин Комендо, в третьей части наконец-то смогли соблюсти баланс и сделать битву сложной, но не настолько, чтобы от этого страдать. Нефариус бьет больно, но его атаки очень хорошо читаются. Так что если вы успеваете на них реагировать, то все будет в порядке. И я просто не могу не отметить, пожалуй, лучшую постановку из всех финальных боссфайтов в Рэджетах на PS2. Все окружение очень мрачное, повсюду разруха, но на горизонте сквозь тучу прорывается огненное закатное солнце. На фоне буквально до перегруза в динамиках орет оркестр и беспощадно чистят ударные. А сама битва... Нефариус кидается в нас бомбами в случайном ритме, чтобы к ним нельзя было адаптироваться. Стреляет из своих пулеметов, шлет в нашу сторону своих двойников. Все это с безумно стильными черными спецэффектами. Пока в один момент он не решает начать ломать комедию и прикидывается, будто сдается, чтобы затем улететь дальше. Нам приходится прорываться через поле, кишащее его робосолдатами. Пока в один момент к нам на помощь не приходят рейнджеры, которые на этот раз действительно не бестолковые. И встав горой за своего сержанта, помогают ему пробиться дальше. Нефариус продолжает спамить нас еще большим количеством своих атак, но мы заваливаем его всем, что у нас есть. И через несколько минут одерживаем над ним победу. У него, однако, все еще есть туз в рукаве, и после небольшой затычки... Он активирует свой новый биоразрушитель, который почему-то превращается в огромного робота. И в этот самый момент сюда прилетает Кворк, который вместе с нами начинает палить в эту железку с воздуха. Конечно, нам тут не нужно делать ничего, кроме как держать стик наклоненно в одну сторону вместе с кнопкой огня, но это в любом случае отличный завершающий штрих, восклицательный знак в конце такой крутой битвы. Здесь же еще и Кворк, наконец, приходит в чувство и делает то, что всегда хотел, превосходит свои косяки и становится тем героем, каким он и желал быть. Еще более мощного финала всей этой эпопеи и представить сложно. Все, что нам теперь остается, это смотреть, как проходит галактическая премьера нового фильма про секретного агента Кленка, на которую пришли, пожалуй, все основные второстепенные и эпизодические персонажи из всей трилогии. Жил бы я сейчас в 2004-м, думал бы, что это заключительная часть серии, учитывая, сколько отсылок к прошлым играм она делает. Но Анифарио с Лоуренсом после своего поражения случайно телепортируется на какой-то астероид в самой заднице галактики, откуда им еще очень долго не светит выбраться. Хотя долго это понятие относительное. И обычно на этом моменте я бы начал рассказывать о режиме испытания и дополнительном контенте, который становится там доступен, но со времен Going Commando здесь не изменилось почти ничего. Множитель болтов все еще на месте в том же виде, оружие все еще может апгрейдиться дальше после покупки мегаверсии, они доступны для пушек пятого уровня, все еще отличаются от них только уроном и качаются до восьмого уровня. Все враги все еще становятся значительно сильнее, чем раньше, все это я описывал в прошлый раз, и все это по большей части остается неизменным по сей день. Единственный эксперимент, который провернула Апиу Арсенал, она сделала Райна эксклюзивом режима испытания, то есть на первом прохождении даже поглазеть на ценник в 3 миллиона болтов не выйдет. Но это единственный раз в серии, когда такое произошло. Зато эта пушка впервые научилась апгрейдиться, но только без мегаверсии. Сама Райна 3 на этот раз представляет из себя микс первого поколения и Зодиака из второй части. Сначала она стреляет несколькими самонаводящимися зарядами, которые ваншотят почти что угодно. С апгрейдами она постепенно становится простой вспышкой на весь экран, которая превращает всех врагов поля зрения в пепел. Как по мне, лучше бы без этого, а то получаются почти те же грабли, что и слава пушки в прошлой части. С бонусным контентом тоже долго разбираться не придется, как минимум потому что его здесь стало меньше. Музей Инсомниак все еще есть, но истории, связанные с самыми интересными экспонатами, я уже рассказал. А остальное это не вошедшие враги, ранние дизайны и арт, пара незаконченных и не особо примечательных мини-игр, интерактивные эффекты с пазлами и на этом, пожалуй, все. Даже добраться до музея можно почти так же, как и раньше. Либо через телепорт Метрополиса в 3 часа ночи, либо выполнив вообще все-все-все в игре. В том числе купив отвратительно выглядящую броню Инфернокс, заполнив этим призовую комнату на Фениксе и открыв секретную дверь в этой комнате. После чего с музеем мы прощаемся до 2009 года. В следующий раз он вернется только в R&C Future A Crack in Time для PlayStation 3. А кроме музея, тут есть только концепт-арты да читы с визуальными приколами. И хотя я не могу это напрямую подтвердить, но исходя из рассуждений Майка Стаута и Тони Гарсии в их подкасте, да и вообще простой логики, уменьшенное количество топ-контента это тоже следствие производственного процесса. На все эти дополнительные плюшки надо тратить дополнительное время, дополнительные ресурсы, которых в этот раз критически не хватало. И эту спешку, аврал, усталость, попытки выкрутиться из сложных ситуаций, отсутствие опыта, все это видно по самой игре. Когда Insomniac бралась за Going Commando, она хотела, чтобы эта игра была на 150% больше и лучше, чем первая часть, а Personal должна была быть еще больше и еще лучше сверх этого. Сюжет должен быть более масштабным, а главное, более внятным и четко написанным, чем раньше, а значит, нужен полноценный сценарист. Из-за этого в игре оказалось гораздо больше катсцен, чем планировалось изначально, и аниматорам пришлось работать как никогда усердно. Именно поэтому Тони Гарсия так парился со своей плетью и ее процедурной анимацией. Благодаря этому на аниматоров не пришлось бы складывать еще больше работы, от которой они и так, скорее всего, отказались бы, индикатором чего служат инферно-ящики. У Рэчета в руках появляется сразу два пылающих ключа, но все атаки у него ровно такие же, как и обычно, а ключ в левой руке лишь декорация, которая ничего не делает. Все потому, что аниматорам было просто некогда заниматься такими мелочами. На ранних стадиях разработки, Insomniac не только старалась сохранить весь дополнительный контент из Going Commando, гонки, космические битвы и вот это все, но и пыталась его переработать и обновить. И это еще с вид комиксами и целым отдельным мультиплеером на повестке. И даже несмотря на расширение команды, это все равно была слишком тяжелая задача, и от чего-то пришлось отказаться. Так, игра, которая должна была стать больше, потеряла некоторые фишки, ставшие одними из ключевых в обеих предыдущих частях. Это надо было чем-то компенсировать, а без тех фишек оставался только сюжет и основной геймплей. И справедливости ради, компенсировать у них получилось с лихвой. Несмотря на то, что количественно контента в Апиу Арсенал стало меньше, она ощущается гораздо масштабнее, благодаря, пожалуй, самой большой и опасной угрозе, с которой нам приходилось сталкиваться до сих пор. А давать ей отпор приходится гораздо активнее, чем когда-либо до этого. В составе большой команды, собранной галактическим правительством, и затрачивая значительно больше времени в бою, чем раньше. Вот эта последняя вещь совпала еще и с трендами того времени. Платформеры начинали выходить из моды, а шутеры, наоборот, набирали популярность, особенно на консолях, не в последнюю очередь благодаря Halo и GTA. При этом в игре, в которой вы больше всего воюете с врагами, оказывается наименьшее разнообразие видов этих врагов. И да, отчасти это связано с тем, что художники хотели создать ощущение более единой угрозы, но не в меньшей степени это и результат того, что и у самих художников было больше работы в других областях игры, и программисты с дизайнерами по той же причине не могли себе позволить настолько же легко, как раньше, создавать по нескольку новых видов врагов, уникальных для какого-то одного уровня, кроме которого их больше нигде не увидеть. На планете DAX изначально могли оказаться чуваки, которые могли бы кидаться в вас элементами окружения и даже другими мелкими врагами, но это было слишком много работы для вещи, которая появилась бы лишь один раз за всю игру, так что теперь их можно увидеть только в музее. Большим фактором, ради которого пришлось идти на жертвы, был и первый для студии онлайн мультиплеер, и я прекрасно понимаю, как обидно слышать это может быть для тех, кто на мультиплеер плевать хотел с высокой колокольни. Я сам чисто сингловый чувак, и этот голос внутри у меня тоже начинает протестовать при виде хорошего синглового контента, которым пожертвовали ради онлайна. Но это всё равно был выбор инсомния, даже несмотря на вмешательство Sony. С этим ничего не поделать, и эти жертвы пришлось приносить не из-за какого-то злого умысла, а потому что студия действительно сильно недооценила масштабы задачи, о чём она открыто заявляла. Зуб даю, что мультиплеер Apio Arsenal – это один из тех моментов, когда по студии вовсю гуляла внутренняя шутка про сцену погони на грузовиках из прошлой части. Все думали, что сделать ту сцену будет легче лёгкого, но она оказалась настолько большой болью в заднице, что её в шутку стали сравнивать с любой масштабной задачей, которая оказалась простой на поверхности. И факт в том, что рано или поздно инсомния все равно пришлось бы через это пройти. За свою жизнь она сделала ещё не один и не два мультиплеерных проекта. Apio Arsenal – это не последний рэчет с мультиплеером, а кроме него была вся трилогия Resistance, Fuse, Sunset Overdrive, и им в любом случае пришлось бы столкнуться с трудностями разработки мультиплеера. Уж лучше раньше, чем позже. И экспериментировать лучше над уже проверенной и популярной серией, а не над новым проектом, который и так не очень понятно, насколько зайдёт людям, так сильно отличаясь от всего, что студия делала до этого. И я до сих пор не могу осознать, какой чёрной магией им удалось довести игру до релиза со всеми этими вводными. При том, что студия впервые за свою историю параллельно начала работать над вторым проектом, а штат второй год подряд срос как никогда быстро. Настолько, что сама студия едва за этим успевала, и обучать новичков приходилось ветеранам, которым кроме этого ещё и гору своих собственных задач надо было разгребать. И мы получили это очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень. И я просто смотрю на это, и я просто смотрю на это, and I'm gonna get this list done. And I'm just gonna work until my list is empty. And that was basically 72 hours of sitting at my desk, just hammering out bugs, trying to get my, you know, all my stuff off that list. And by the end of it, Ted came up to me, and it was like a Wednesday morning, and Ted came up to me, and he's like, how long have you been here? And I was like, stop for a second, and I was like, what day is it? And he's like, go home. И я более чем уверен, что Garcia был не один такой. Кстати, сразу же после того, как следующая игра серии, Ratchet Deadlocked, ушла на золото, Garcia покинул студию после 4 лет работы, пройдя путь от тестера на первом Ratchet до старшего программиста на Deadlocked. Майк Стауджо придержался чуть дольше и выпустил Resistance Fall of Man, но после этого тоже ушёл, и работал уже над более мелкими проектами, как и Garcia. И дело не в том, что Insomniac была такая плохая. Оба с теплотой вспоминают эту страницу своей жизни, и они даже немного помогали с NTT Nexus и ремейком первой части. Тот же Дэн Джонсон, который ушёл в High Impact, знал, на что подписывался, когда первым же своим проектом студия объявила спин-офф серии, над которой он уже работал последние несколько лет. Просто когда ты столько времени подряд пашешь в таком безумном ритме, это начинает сказываться на твоей личной жизни и здоровье, и не самым лучшим образом. Но в каком-то смысле вся эта ситуация стала необходимым шлепком по лицу для Insomniac. Going Commando уже была достаточно близка как минимум к проблемному старту, а Апи Арсенал была в миллиметрах от того, чтобы сразу на релизе сгореть заживо и немаловероятно утащить за собой всю студию, ну или как минимум нанести ей серьёзный ущерб, и репутационный, и финансовый. А тогда студия была всё же независимой, и такой удар ей было бы очень сложно перенести. Каким-то чудом в последний момент всё сложилось, и вышла по сей день самая высокооценённая игра студии в глазах критиков, одна из лучших частей серии, по мнению игроков, хотя изменения уже начинали разжигать споры в сообществе, но здесь Insomniac поняла и открыто признала, что такая стратегия ни к чему хорошему не приведёт, и так дальше продолжаться не может. Им нужно было больно обжечься, чтобы понять, что так нельзя. И опять же, лучше раньше, чем позже. Меньше людей попадут под удар. А ещё лучше не просто понять, а начать что-то с этим делать. И в дальнейшем они начали. После релиза Апи Арсенал началась более активная работа над Резистанц, и в постмортами той игры Insomniac призналась, что кранчи хоть и по-прежнему были, но их было уже заметно меньше, чем на предыдущих проектах студии. И это ещё при том, что параллельно с Резистанц в студии была небольшая команда, которая занималась Ratchet Deadlocked, последней игрой серии для PlayStation 2, не считая порты спин-оффов с PSP. В принципе, я даже не уверен, стоило ли ожидать чего-то другого от студии, в которой настолько ценится голос каждого сотрудника, что даже в то время, даже при всех этих условиях, Insomniac называли одним из лучших мест работы в Америке, и не просто в геймдеве, а вообще во всех областях. Сама же Appy Arsenal стала, пожалуй, самым цельным и законченным произведением из оригинальной трилогии, даже несмотря на то, что она сильно сменила фокус с платформинга на стрельбу, несмотря на то, что некоторые элементы прошлых игр она потеряла по пути. Но именно это помогло серии сохранить популярность в тяжёлое время, а следовательно выжить. Чтобы двигаться вперёд, иногда приходится что-то менять и от чего-то отказываться. Главное, сохранять самые важные вещи, сохранять суть. И чем дальше, тем сложнее это делать, что нам ярко продемонстрирует Ratchet Deadlocked. Она жила принципом «Адаптируйся или умри». Насколько это было хорошо или плохо, споры в сообществе идут до сих пор, но как минимум, это определённо сделало её одной из самых необычных игр во всей серии. Это был эксперимент, чего никто не скрывал, и он поменял всё, от геймплейной структуры до подачи. Всё стало подчиняться этому принципу, и тон стал гораздо мрачнее. Но означало ли это наступление тёмных времён для франшизы? Ответ не так однозначен, как может показаться, и чтобы его получить, нам придётся пройти через целые нелегальные гладиаторские состязания. Ratchet Deadlocked будет ждать вас в следующем эпизоде. Спасибо за просмотр. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин